Тысяча и одна ночь. Арабские сказки. Давным-давно жил на свете могущественный царь, государство которого вмещало большую часть Индии и граничило с Китайской империей. Когда он умер, сыновья поделили обширное царство так, как завещал отец. Старшего брата звали Шахербан, а младшего — Шахсиман. Оба были очень любимы народом и по вступлении на престол воспевались в песнях и сказках. Шахербан получил название «Доброго», а Шахсиман — «Любимого». Первый выбрал своей резиденции Самарканд, отстоявший на много дней пути от резиденции брата. Каждый из братьев вскоре после коронования на царство избрал себе прелестную супругу, и каждой назначен был блестящий придворный штат и отведен для жительства великолепный замок. Много слуг приставлено было к царицам, и большой конвой сопровождал их, когда они совершали прогулки в окрестностях столицы. В загородных садах били великолепные фонтаны, в рощах, на ветках тропических душистых деревьев, качались пестрые попугаи и распевали всякого рода хорошенькие птички. Братья не виделись несколько лет. Шахербан, старший из них, захотел непременно повидать брата, которого очень любил. И вот он послал к нему блистательное посольство, приглашая приехать к себе. Шахсиман очень обрадовался этому посольству, так как со своей стороны очень желал повидаться с братом. Он немедленно собрался в путь, много шатров нагружено было на верблюдов, много мулов нагружено всяким другим багажом, и много богато одетых и великолепно вооруженных слуг назначено было вожаками. Конвой из храбрейших солдат должен был сопровождать Шахсимана, так как приходилось проезжать по пустынным местностям, где часто бродили шайки разбойников. На время отсутствия царя правление доверено было великому визирю. Прощаясь с супругой, Шахсиман передал ей ключи от всех своих покоев, но при этом запретил под страхом смертной казни входить в комнатку в одной из башенок, отпирающуюся золотым ключиком. После того сел на коня и уехал. Он не пробыл и дня в пути, как спохватился, что забыл нечто очень важное и немедленно вернулся назад. К своему великому ужасу он нашел комнатку в башенке открытой и в ней свою жену. Он так рассердился, как еще никогда в жизни, и вскричал «Ты умрешь, как я это тебе обещал своим царским словом!» и, вынув из ножен острый меч, заколол свою до смерти испуганную жену. С глубокой печалью в сердце приехал он к брату, который принял его с распростертыми объятиями, но подивился бледности его лица и вскоре заметил горе, сквозившее во всех его чертах. Но он подумал, что причиной его служит разлука с женой, и так как Шахсиман ничего не говорил, то и он его не расспрашивал. Начались великолепные праздники, весь город был освящен и дома разукрашены в честь высокого гостя. Народ громко приветствовал его, как только он показывался на улице. Он одарил бедных, и многие сердца забились признательностью к нему. Но грусть Шахсимана увеличивалась со дня на день. Ничто не могло разогнать его мрачного настроения. Тогда брат решил устроить путешествие по стране и сделал для того блистательнейшие приготовления. И он также передал жене ключ от своих покоев и запретил, как и младший брат, входить в свой секретный кабинет, так как от того зависит спасение или погибель целой империи, и ни одна женская нога под страхом смертной казни не должна переступать через его порог. Это запрещение дано было в присутствии всех вельмож. Но и она стала жертвой любопытства, вошла в запрещенный покой, и при неожиданно быстром возвращении супруга понесла обещанное наказание. Тут только признался Шахсиман брату, почему он так грустен. Шахербан проникся дикой ненавистью ко всему женскому полу и поклялся отныне непрерывно карать его. Младший брат уехал с горечью в сердце домой, чтобы похоронить себя в стенах своего дворца в Самарканде. Шахербану же пришла адская мысль в голову. Он объявил по всему царству, что намерен ежедневно выбирать себе прекраснейшую девушку в супруге, но что утром следующего дня она должна будет умереть. Горь сны вопли раздался по стране, но ничто не могло тронуть жестокого человека. Не даже просьбы родителей и сестер, бросавшихся ему в ноги и умолявших пощадить их родственниц и не карать невинных за вину одной виноватой. Но вот Аллах и его великий пророк услышали моление несчастного народа и дозволили одной молодой девушке тронуть сердце царя и умилостивить его гнев. То была старшая дочь великого визиря по имени Шахерезада. Она была и хороша собой, и умна, прочитала много книг и была знакома с изречениями придворных мудрецов. Она объявила отцу о своем желании выйти замуж за царя. Визирь был вне себя, услышав о ее намерении. — Что ты, безумная девочка, хочешь всех нас сделать несчастными? — скричал он. — Или ты воображаешь, что царь для тебя сделает исключение? — В тебе говорится на мнение. Шахерезада, однако, успокоила отца, плакавшего перед ней, и сказала. — Меня Бог избрал, чтобы навести царя на правый путь. Слишком долго позорил он нас, женщин. Огорченный отец вынужден был, наконец, привести свою любимейшую дочь Шахерезаду к царю. Царь был удивлен красотой и порядочностью молодой девушки, но предупредил ее заранее, что и она будет казнена. Но бесстрашная невеста взяла с собой младшую сестру Динарзаду и объявила царю, что хочет в последние минуты поболтать со своей любимой сестрой. — Должно быть, тебе есть о чем разговаривать, — сказал жестокосердный человек, но согласился на просьбу храброй девушки. Сразу же после свадьбы он присел около сестер, а Шахерезада начала рассказывать прелестнейшую сказку. Царь давно уже не слыхал никаких сказок, а так как сказка эта была очень интересна, то он слушал ее с величайшим вниманием, и часы пролетали совсем незаметно. Умная рассказчица все тянула и тянула сказку так, что конца не наступало. Царь должен был, наконец, заняться правительственными делами и оставил обеих девушек, взяв с них обещание, что продолжение сказки будет отложено до завтра. Про казнь не было и речи, и удивленный палач вернулся домой. На другой день царю очень бы хотелось дослушать сказку, но Шахерезада была так хитра, что в конец старой сказки вплела начало новой, еще более интересной, и внимание царя было снова приковано ее рассказом. Так шли дни за днями. Протекали дни, недели, месяцы, наконец, целые годы, и царь так полюбил прекрасную рассказчицу, и так проникся мудрыми поучениями, скрытыми в ее сказках, что раскаялся в своей жестокости и возвел добродетельную и чистую девушку в сан царицы. Тысячу и одну ночь занимала Шахерезада рассказами царя, и испытание ее было закончено. После того, как снова отпраздновали свадьбу, еще с большим великолепием, чем в первый раз, царь не желал расставаться с супругой. Снаряжено было новое и более блестящее посольство к брату Шахсаману, и тот был приглашен принять участие в празднестве. Братья радовались невыразимо, что свиделись, а народ прославлял мудрость юной царицы. Счастливый отец Шахерезады получил вышитое золотом и бриллиантами платье, и все вельможи империи его поздравляли. А младший брат тоже выбрал в супруге сестру мудрой и прекрасной Шахерезады, предполагая, что она во всем похожа на свою сестру. Так и отпраздновалась двойная свадьба. Динарзада бросилась сестре на шею и долго-долго плакала. Два благородных человека, ослепленных безумством, были исцелены. Старый млад, вельможа и простолюдин принимали участие во всеобщей радости. Шахерезада приказала накрыть длинные столы в покоях дворца, за которыми и уселись приглашенные. Прекрасное вино текло ручьями и подавались отборниши и кушанье. Повара превзошли самих себя в искусстве и щеголяли необыкновенным разнообразием блюд. Между прочим, подан был на стол большой зажаренный кабан в шкуре из миндального теста. Но когда его разрезали, то к величайшей забаве приглашенных из внутренности его попадали к ним на тарелки колбасу и отборнейшие кусочки жареного мяса. Сам царь присутствовал на пиру, угощал гостей и был так весел и приветлив, что казался неузнаваем. Да, теперь он поистине заслужил прозвище Доброго. Пригласив к дворцовому столу знатных вельмож, не забыли бедных и простых людей. Для них тоже был приготовлен обильный и роскошный пир. Больным отпускали кушанье и напитки на дом. Среди площади перед дворцом жарили на огромных кострах целых быков. И тот, кто хотел, отрезал себе кусок превосходного жаркова. Тут же били фонтаны, но не водой, а вином. Кто хотел, тот подходил, черпал вино кружкою и пил. Да, поистине это была пора радости и ликования в столице царя Шахербана. И позднейшие потомки передавали из рода в род рассказ о примирениях двух братьев со своим народом. Целую неделю длились празднества. Цари с супругами показывались с народу в лучших одеждах. На Шахерезаде было голубое шелковое платье, искусно вышитое золотом. Вышивки изображали всевозможные прекрасные цветы. Динарзада была одета в такое же платье из розовой шелковой материи, и на нем были вышиты прекрасные птицы. Глазки и лапки этих птичек были выложены драгоценнейшими бриллиантами, рубинами, изумрудами. Много искусных женщин трудились день и ночь над этими поистине царскими платьями. В них царицы вышли к народу и стали одаривать бедных подарками. Им хотелось, чтобы не было больше несчастных на свете, после того, как их самих постигло такое большое счастье. Долгие годы царствовали оба царя в мире и благоденствии, и ни разу не пришлось им пожаловаться на любопытство и непослушание своих добродетельных жен. Король Шахербан приказал записать прекрасные сказки, которые Шахерезада рассказывала ему в продолжении «Тысячи и одной ночи». Целых сорок томов было написано и сложено в казне султана. Их переплели в золотой переплет, чтобы показать, что в них содержатся золотые поучения и истины. Все истребляющее время поглотило многое из этих томов, но некоторые из прекраснейших сказок сохранились до нашего времени. Ученые и люди перевели их на все современные языки под заглавием «Сказки из Тысячи и одной ночи». Послушай некоторые из них. Веревочник Гасан Багдад — бесспорно самый красивый город на реке Тигр. Там жили некогда два именитых и богатых человека и были очень дружны между собой. Одного звали Сади, а другого — Саат. У первого было много невольников и большие поместья, а второй располагал немногими рабами и имуществом. Сади был счастлив своим богатством и независимостью. Саат же думал, что только добродетельная жизнь может дать счастье. Однажды они беседовали о том, в чем заключается истинное благополучие и как его достичь на земле. Сади утверждал, что каждый человек, как скоро ему удалось отложить или заработать некоторую сумму денег, может на этом основать свое счастье. Но так как бедным людям вообще не представляется случая сделать сбережения, то они и не могут нажить богатство, которое бы сделало их независимыми и счастливыми. Саат сомневался в этом. Он говорил, что люди часто богатеют случайно, но не от бережливости. Последнее бывает очень редко. «Давай попробуем», — предложил Сади. «Я знаю одного человека, который, я уверен, никогда не наживет богатство своим ремеслом. Я подарю ему некоторую сумму денег, и мы увидим, кто из нас прав». Саат принял предложение Сади. Дорога привела обоих друзей к мастерской веревочника по имени Гасан. Это и был тот самый ремесленник, про которого говорил Сади. У Гасана была жена и пятеро малолетних детей, и он зарабатывал как раз столько, чтобы не умереть с голода. О расширении своего дела он до сих пор не мог и помышлять, потому что у него не было средств нанять подмастерьев, закупить большой запас пеньки. Но, несмотря на то, он уверял Сади, что вполне счастлив и доволен своей судьбой и не нуждается в чужой помощи. Сади одобрил его и обрадовал словами, что за такие речи он полюбил его и намерен подарить ему двести дукатов. Пусть он на них разбогатеет. Гасан, видя, что богатый и знатный человек желает ему добра, он почувствовал себя чрезмерно счастливым и сказал «Даже с гораздо меньшей суммой я уверен, что стану богаче всех веревочников в Багдаде». Он плясал от радости, когда ему вручили кошелек и не находил слов для выражения своей благодарности Сади. Но у Гасана в доме не было сундука, где он мог бы хранить такую большую сумму денег, и поэтому он спрятал кошелек в складках челмы, которая всегда была на нем. Но прежде того, вынул из кошелька десять дукатов, чтобы иметь всегда под руками деньги на необходимые по дому закупки. Прежде всего, он купил большой запас пеньки, затем купил на ужин хороший кусок мяса, так как давно уже ничего не ел. Но когда он шел домой, это мясо увидел коршун. На востоке коршунов так же много, как у нас ворон на крышах. Прожорливая птица подлетела к Гасану и хотела вырвать у него мясо. Гасан же был очень ловкий человек. Он исхитрился и ударил хищную птицу, но при этом у него свалилась с головы челма, и коршун, меняя одну добычину другую, схватил вместо мяса красную челму и поднялся с ней в воздух, не обращая внимания на крики бедного веревочника, думавшего его напугать. Вскоре коршун скрылся в далекой синеве небес. Горе Гасана о потере только что полученного богатства было велико. Все его прекрасные планы о расширении своего дела пошли прахом, но он не мог обойтись без челмы, а новое стоило очень дорого, так что от десяти дукатов осталось очень немного. Всего же обиднее ему была мысль, что Сади, конечно, не поверит такому необыкновенному случаю. Прошло полгода со времени того несчастья, когда в один прекрасный день случай снова привел обоих богатых приятелей к дому Гасана. Сади ожидал, что увидит хорошо устроенную мастерскую с трудолюбивыми помощниками, но, к его удивлению, ему навстречу вышел Гасан в том же бедном платье, как и прежде, только челма была новая, а больше ничего. Сади стал расспрашивать Гасана, когда же услышал историю про украденную птицей челму, то не поверил ни одному слову. Саад уверял Сади, что такая беда возможна, Сади только качал головой. Несмотря на это, он снова вынул кошелек и подарил Гасану еще двести дукатов и пошел своей дорогой без дальнейших разговоров. Когда первый порыв радости от этого нового, неожиданного счастья прошел, Гасан стал обдумывать, как ему на этот раз поумней распорядиться с деньгами. Он пошел домой, завязал свое сокровище в платок и положил в большой горшок со трубями, стоявший без всякого употребления в углу комнаты. Он взял только десять дукатов, чтобы купить пеньки. Жены и детей как раз не было дома. Они пришли, когда он уходил. Он сказал им, что идет за пенькой, но про деньги в горшке не упомянул ни слова. Когда Гасан уже отошел довольно далеко от дома, человек на улице закричал «Кому нужна глина? Хорошая белая глина!» Жене Гасана как раз нужна была глина, и так как продавец торговал и отрубями, то она променяла свой горшок на пять больших кусков глины. Некоторое время спустя вернулся Гасан с пятью носильщиками, нагруженными пенькой. Когда они внесли пеньку в дом, и он отослал их, в глаза ему бросилось пустое место, где прежде стоял горшок со трубями. «Жена!» — скричал он испуганный, потому что не предвидел ничего доброго. «Куда девался горшок со трубями?» «Я променяла его на белую глину», — отвечала жена. «Знаешь ли, сколько ты заплатила за глину?» — скричал Гасан вне себя. «Сто девяносто дукатов, которые были спрятаны в отрубях!» И он рассказал о вторичном посещении двух приятелей. Жена, как можно себе представить, пришла в отчаяние, разорвала на себе платье, выдрала себе волосы и упрекала Гасана за то, что он ничего не сказал ей про горшок со трубями. Но денег этим было не вернуть. И Гасан, сам безутешный, на силу успокоил жену, которая чуть с собой не покончила от горя. Его мучила мысль, что когда двое богатых господ спросят его, как он воспользовался подарком, ему придется рассказать о новом несчастье, таком же невероятном, как и первое. Но время шло, и, наконец, Сади и Саад надумали снова навестить Гасана. С убитым лицом рассказал Гасан про свое вторичное несчастье. Он знал наперед, что ему не поверят. Так оно и случилось. Сади счел бедного честного веревочника за человека порочного и сожалел, что подарил деньги, которые считал теперь пропавшими именно ему, а не кому-нибудь другому. А ты не чувствуешь охоты испытать его? — обратился он к Сааду. Саад отвечал. — Я только что нашел кусок свинца, как ты сам видел. Если Гасану повезет, то свинец принесет ему больше дохода, нежели твое золото. Я подарю ему кусок свинца. Хотя Сади и посмеялся над этим, но Саад отдал кусок свинца Гасану. Тот не знал, что с ним делать, однако из вежливости принял и поблагодарил. Вечером того самого дня по улице, где жил Гасан, ходил один рыбак. Он стучался в двери и везде спрашивал, не может ли кто-нибудь снабдить его куском свинца для его сети. Но везде ему отвечали отказом. Наконец он дошел до двери Гасана. Веревочник был очень рад, что может помочь рыбаку, а тот в благодарность обещал ему отдать всю рыбу, которая попадется в первый раз, когда он забросит сеть в море. На следующее утро, когда бедный веревочник сидел за работой и уже думать забыл о рыбаке, тот внезапно подошел к нему с громадной рыбой в руках. — Только вот эту вот одну рыбу поймал, — сказал он. — Будь вся сеть полна рыбы, я бы вам ее всю принес. Гасан взял рыбу с благодарностью и отнес к жене. При этом он вспомнил про Саада, подарившего ему кусок свинца, но не предположил, что свинец принесет еще какой-нибудь доход. Дети и жена веревочника удивились громадной рыбе, для которой у них в доме не было подходящей посуды. Но когда начали рыбу потрошить, то в ней нашли большой, граненый прозрачный камень, который жена вначале приняла за стекло. Она вымыла его и дала детям поиграть. Мнимый осколок стекла очень обрадовал детей. Он сверкал даже в темноте. Дети хлопали в ладоши и шумели, пока, наконец, отец не прикрикнул на них. На следующее утро, когда Гасан опять ушел на работу, пришла соседка, жена одного еврея, и пожаловалась на ночной шум, который не давал ее мужу спать. Добродушная мать извинилась перед соседкой и показала ей камень, из-за которого возник весь этот непривычный шум. «Ха, какая хорошенькая игрушка!» — сказала еврейка. Она сейчас же признала драгоценный камень. Ее муж был ювелир, и его лавка помещалась рядом. Соседка спросила, не продадут ли стекло, которое, быть может, на что-нибудь пригодится ее мужу. Но, к счастью, дети подняли гвалт. Им не захотелось расставаться с редкой игрушкой. Мать исполнила желание детей и оставила камень у себя. Но через несколько часов жена ювелира вернулась. Она переговорила с мужем и, к удивлению жены веревочника, предложила ей двадцать дукатов за драгоценный камень. Разумеется, это ее так поразило, что она объявила, что должна сперва переговорить с мужем. Вот вернулся Гасан домой и сразу же понял, что камень непростой, и, узнав о предложении соседки, не согласился на него. Тогда ювелирша предложила пятьдесят дукатов. Тут Гасан понял, что должно быть камень очень дорогой, и решил не выпускать его дешево из рук. Соседка тотчас же предложила сто дукатов. Гасан догадался, что, наверное, этот камень бесценный, если ювелирша так хочет его заполучить, и потребовал не более не менее, как сто тысяч дукатов. Можно себе представить, как удивился Гасан, когда соседка предложила ему пятьдесят тысяч дукатов, но он стоял на своем. Больше ювелирша не смела ему предложить и ушла. Гасан же пообедал, снова ушел на работу. Когда вечером он вернулся домой, то его ждал уже сам ювелир. Он предложил еще двадцать тысяч дукатов, сверх пятидесяти тысяч, предложенных женой. Но Гасан стоял на своем и вскоре заметил, что хочет показать камень и другим ювелирам. Это помогло. Сосед немедленно заключил сделку и принес две тысячи дукатов задаток и обещал прислать остальные девяносто восемь тысяч на следующий день, что аккуратно и выполнил. И вот бедный веревочник сразу стал богатым человеком, и если бы он только знал, где живут Сади и Саад, то сейчас же побежал бы к ним и поблагодарил бы от всего сердца. Но он не знал, где они живут, и, должно быть, ждал, пока случай их не сведет. Стал Гасан думать, как умнее всего распорядиться богатством. Его жена хотела, чтобы он прежде всего купил дорогое платье ей и детям и красивый дом. Но Гасан не сразу исполнил это желание, а прежде всего дал волю своему благородному сердцу, которое подсказывало ему помочь вначале беднякам, товарищам по ремеслу. Он предложил им денег на покупку пеньки с тем, чтобы они работали на него по уговору. Этим он привлек на свою сторону почти всех бедных веревочников Багдада и получил на этом богатую прибыль. В скором времени ему пришлось выстроить большой просторный дом, где бы могли поместиться все его товары. В этом доме он устроил удобные покои для себя и для своего семейства и накупил много дорогой одежды для жены и для детей. Уже довольно долго жил внезапно разбогатевший Гасан в своем большом новом доме, когда Сади и Сааду вновь пришлось пройти по той улице. Они были удивлены, не найдя Гасана, и спросили про него. Их удивление возросло, когда они услышали, что бедный ремесленник стал богатым купцом и живет в собственном доме, который больше похож на дворец и служит украшением улицы. — Видишь ли, Саад, этот человек все-таки хороший хозяин, хотя и был вначале транжирой, — сказал Сади. — Я жалею только, что он дважды мне солгал, чтобы выманить денег. Но все-таки меня радует, что я принес ему счастье. Что дело могло быть иначе, этого даже и в голову не приходило богатому господину. Саад же настаивал на том, что Гасан не солгал и, конечно, разбогател иным путем. Тем временем оба приятеля подошли к дому купца Гасана. Они не поверили, что такой великолепный дворец принадлежит бывшему веревочнику, пока, наконец, привратник не уверил их, что это действительно так. Один из многочисленных слуг доложил о приходе Сади и Саада. Их провели в великолепный зал с золотыми обоями. Хозяин сидел на позолоченном стуле, стоявшем на возвышении, и курил из длинного чубука. Увидев своих благодетелей, он вскочил от удивления и радости, точно его кто-то толкнул. Он почтительно подошел к ним, усадил их на почетные места и много раз повторял, что жаждал их увидеть и выразить им свою благодарность. Сади не скрывал своего мнения об источнике богатства Гасана и прямо спросил, не его ли 400 дукатов положили основание богатству Гасана и отчего он не сказал правды. Счастливый Гасан рассказал про историю во всей подробности. Но Сади и тут не поверил. Он объявил, что радуется тому, что Гасан разбогател, потому что он этого именно и желал, но чудесным рассказом про грабителя коршуна, про горшок со трубями и драгоценный камень, найденный во внутренности рыбы, всему этому он не в силах поверить. Вечер уже наступил, а знатные гости Гасана все еще продолжали любоваться его богатствами и великолепиями его дома. Наконец стали прощаться. Но, уступив усиленной просьбе Гасана, остались ночевать, и он пригласил их посетить на следующий день его загородное имение. Приглашение было принято. Ужин у Гасана был роскошный. Редкие кушанья подавались на стол, на котором сияла дорогая посуда, так что гости все более и более удивлялись. Столовая была великолепно освещена, и невидимая музыка тешила слух гостей. На следующее утро Гасан повел своих посетителей на берег тигра и пригласил их сесть в легкий челнок, где сидели на веслах невольники, и они отправились в имение Гасана. Удивлению Сади и Саада не было границ, когда они очутились в волшебном, как им казалось, саду. В парке, прилегающем к загородному дому, разбиты были великолепные аллеи, и в них пели чудные птицы. Красивые фонтаны чередовались с прохладными гротами. Лимонные и апельсиновые деревья наполняли воздух благоуханием. Хозяины гости уселись в тенистой беседке. И тут прибежали два сына Гасана, чтобы показать ему удивительную находку. Это была челма, в которой птицы устроили себе гнездо. Но Гасан глазам своим не поверил, увидев, что держит в руках свою собственную, когда-то похищенную коршуном челму. — Я не знаю, дорогие гости, помните ли вы еще ту челму, которая была на мне надета при нашей первой встрече? Но я убежден, что это та самая, которую похитила птица. И он передал челму для осмотра обоим господам. Они нашли в ее складках кошелек, и в нем сто девяносто дукатов. Велико было их удивление, а также и радость Гасана, что наконец открылась правда о потере первых, данных ему денег. Но истории с горшком Сади все-таки не хотел верить. Приятели пообедали у Гасана и остались до вечера у него в имении. Когда взошла полная луна, хозяин поехал верхом с гостями в Багдад. Когда они туда приехали, взмыленных лошадей отвели в конюшню. И вдруг не хватило корма для них. Слуги побежали по соседям, чтобы добыть его, но все, что могли достать, это большой горшок со трубями и немного сена. Они высыпали отруби в ясли коням. И немало удивились, когда оттуда выпал связанный и очень тяжелый платок. Они привезли его своему господину как раз в ту минуту, когда он прощался с Сади и Саадом. «Вот оно, последнее доказательство, неспосланное самим Богом, о том, что я всегда говорил правду», — скричал обрадованный Гасан. Он немедленно развязал платок, пересчитал деньги при изумленных гостях, и в платке оказалось ровно 190 дукатов. Жена также признала в горшке тот самый, который она когда-то отдала торговцу в обмен на глину. Теперь Сади покончил с сомнениями и поверил, что Гасан никогда не лгал. Он согласился также, что не он, а Саад был прав, который утверждал, что одни деньги не могут никого осчастливить. Оба приятеля провели и эту ночь у Гасана, но на другое утро попросили его как можно скорее их навестить. Гасан исполнил их просьбу, и они приняли его в свой братский союз. С тех пор все трое до конца дней своих жили в великой дружбе и в согласии. Али-Баба и сорок разбойников В одном городе, в Персии, жили некогда два брата. Одного звали Касим, а другого — Али-Баба. Отец оставил им очень небольшое состояние, и они поделили его поровну между собой. Касим женился на женщине, приданное которой заключалось в торговых, хорошо устроенных лавках, и стал богатым купцом. Али-Баба взял в жены беспреданницу. Он жил в небольшом домике, и весь его заработок ограничивался тем, что он ездил за дровами в соседний лес и продавал их. Для перевозки дров ему служили три осла, в них и заключалось все его имущество. Однажды, когда Али-Баба был в лесу и как раз собирался погрузить дрова на ослов, он увидел приближающийся издали отряд всадников, оружие которых сверкало на солнце. Он испугался, потому что тотчас же подумал, что это разбойники. Тогда он быстро спрятал ослов в кусты, а сам залез на дерево и укрылся в его листве. Дерево росло возле скалы. Вскоре разбойники подъехали и остановились как раз под тем деревом, на котором сидел Али-Баба. Они слезли с лошадей, повесили им на шеи торбы с овсом, сняли с седел тяжелые мешки и понесли их к скале. Великолепно одетый всадник, предводитель отряда, вскричал громким голосом. — Сезам! Откройся! И вот в скале раскрылась дверь, которой Али-Баба вначале не заметил, потому что ее скрывал густой кустарник. Атаман пропустил своих людей одного за другим вместе с мешками, затем сам вошел за ними, и дверь затворилась. Али-Баба подумал сначала, что это ему приснилось, но лошади, стоявшие под ним, убеждали его, что все это происходит наяву. Он было решил слезть с дерева и убежать, прежде чем разбойники вернутся, но затем подумал, что мог бы сесть на одного из коней и ускакать в город, где и продать этого коня за большие деньги. Но прежде, чем он на что-нибудь решился, скала раскрылась, и разбойники, которых вместе с Атаманом он насчитал сорок человек, вернулись с мешками, но уже пустыми. Атаман вскрикнул «Сезам, закройся!» И дверь сама собой закрылась, и кустарники снова скрыли ее. Люди сели на коней и ускакали. Али-Баба подождал некоторое время, боялся, как бы они не вернулись, затем слез с дерева. Интересно, а что это там в мешках у этих людей? И откроется ли скала для постороннего, если он произнесет слова, сказанные Атаманом? Али-Баба решил немедленно проверить это. Он пробрался сквозь кустарник и очутился перед дверью. «Сезам, откройся!» — вскричал он. И дверь в самом деле отворилась. В отверстие Али-Баба увидел не мрачную пещеру, а просторную и высокую залу, довольно светлую, так как в нее проникал свет в окошко, устроенное в потолке. Вокруг стен были расставлены дорогие вещи, и Али-Баба с удивлением глядел на них. Целые груды золотых, серебряных монет, кожаные мешки, тоже с деньгами, навалены были здесь. В другом месте стояла драгоценная посуда. Лежали богатые ткани, дорогие вышивки, короче говоря, сокровища и богатства самые разнообразные и в изобилии. Это была кладовая разбойничьей шайки, и нужно было много времени, чтобы накопить такие богатства. Недолго думая, Али-Баба взял два мешка с дукатами и хотел выйти из скалы. Но он увидел, что дверь крепко заперта, и сколько он не трудился, не мог ее открыть. Он очень испугался, но, впрочем, скоро опомнился. Он подумал, что, вероятно, скала изнутри повинуется тем же магическим словам, что и снаружи. Поэтому он вскрикнул, «Сезам! Откройся!» И каково? Дверь повиновалась. Он вывел спокойно щипавших траву ослов из кустарника, наложил в корзины вместо дров мешки с золотом и только сверху прикрыл их хворостом. «Сезам! Закройся!» Приказал он затем, и дверь закрылась. После этого Али-Баба вернулся домой, как ни в чем не бывало. Свалив хворост, он стал носить жене один за другим мешки с деньгами и думал, что очень удивит и обрадует ее. Она действительно удивилась такому несметному богатству, но подумала, что муж награбил все это и стала осыпать его горькими упреками. Но Али-Баба рассмеялся и успокоил ее, рассказав, как все было на самом деле. При этом он взял с нее клятву, что она никому ничего никогда не расскажет. Порадовавшись богатству, жена принялась считать золотые монеты. Но Али-Баба весело рассмеялся, говоря, что она нескоро пересчитает их и будет лучше, если она поможет ему вырыть в саду яму, куда они спрячут свою казну. Но жене очень хотелось знать, насколько велико ее богатство. «Если мы не можем сосчитать денег, то мы можем их измерить», сказала она и побежала к девелю Касиму, попросить у его жены взаймы мерку, которой меряют хлеб. Жена Касима была любопытна. Ей очень захотелось узнать, что будут мерить эти бедняки, и она прибегла к хитрости. Намазала салом дно меры, думая, что к нему пристанет зерно, которое будут мерить. Хитрость увенчалась успехом. Когда жена Али-Бабы смирила деньги, то их оказалось сорок четверяков. Вне себя от радости она отнесла меру назад. Жена Касима поглядела на дно и увидела приставшую золотую монету. Ее удивлению просто не было границ. Не успел Касим вернуться вечером домой, как она сказала ему, «Ты думаешь, милый муж, что ты богат, но ты ошибаешься. Али-Баба гораздо богаче тебя. Он меряет золото четверяками». Сначала муж не понимал, что хочет сказать его жена. Тогда она ему показала дукат. «Вот это да!» — вскричал он. «Как должен быть богат человек, который меряет деньги, а не считает». От зависти Касим не мог спать всю ночь. И только что рассвело, побежал к брату Али-Бабе. Без всяких обиняков он спросил, откуда у того столько денег, что он их меряет четверяками. Али-Баба испугался и сначала не хотел говорить правды. Но Касим пригрозил донести на него в суд, и тогда Али-Баба вынужден был посвятить брата в свою тайну. Касим расспросил о мельчайших подробностях и потребовал себе половину сокровищ, хранившихся в скале. Али обещал честно поделиться с ним и только тогда отделался от алчного брата. Но Касим, вернувшись домой, решил иначе. Он ведь сумеет найти скалу и сам. К чему ему ждать, пока брат надумает туда идти? Если даже он заберет себе больше половины всех богатств, ну и что? Если даже он их и все заберет, что сможет сделать с ним брат? На следующее утро на рассвете Касим отправился из города в лес с десятью мулами, навьюченными ящиками и мешками. Даже жене он своей не сказал, куда и зачем идет. Вскоре он нашел указанное место, привязал вьючных животных и крик мускале «Сезам, откройся!» Дверь открылась, и Касим очутился в обширном, наполненном сокровищами зале. А то, что дверь за ним закрылась, он этого даже и не заметил, так как поражен был окружавшими его несметными богатствами. Он никак не рассчитывал на такой большой клад. Но чтобы забрать все это с собой, об этом нечего было и думать. Он решил нагрузить мулов только самыми драгоценными вещами и стал немедленно их отбирать. Когда он, наконец, решил, что собрал столько, сколько может увезти, то заметил, что дверь заперта. Он очень испугался. Хотел произнести волшебное слово, но от страха забыл его. И сколько он не ломал головы, никак не мог припомнить. Приходили ему в голову многие похожие слова, но тех настоящих он так и не вспомнил. Его сковал смертельный ужас. Дрожа всем телом, с каплями пота, струившимися по лицу, бросился он к двери, толкал ее изо всех сил, старался выломать, кричал, выл во все горло, бегал взад и вперед по зале, проклиная богатства, которые ни к чему не могли послужить ему в заточении. Опять бросался к двери, пытался ее отпереть. Все напрасно. Наконец упал в изнеможении на пол и остался в состоянии какого-то оцепенения. Мужи его все это время спокойно паслись у скалы и обгладывали ветви кустарников. Вдруг снова появились разбойники и очень удивились, увидев вьючных животных у скалы. Атаман и его товарищи догадались, что дело неладно. Первый соскочил с лошади, вынул саблю из ножен и, подойдя к двери, закричал «Сезам! Откройся!» Касим пришел в себя от стука оружия и лошадиных копыт. Он понял, что погибнет, если не успеет проскользнуть в дверь в тот самый момент, когда она раскроется. Дверь растворилась прежде, нежели он успел собраться с мыслями. Он бросился к двери, сбил с ног входившего атамана и побежал к кустам. Но судьба его была решена. Когда разбойники увидели пробегавшую мимо фигуру, они бросились ей вслед и саблями отрубили Касиму голову. Мертвый пал он на землю. Труп его подняли и принесли к атаману, который тем временем успел подняться на ноги. Он стал совещаться со своими людьми о том, каким образом мог пробраться посторонний человек в их казну. На скалу нельзя было взобраться снаружи, и, следовательно, спуститься в окно не было никакой возможности. Другого входа в зал не было. И однако этот человек попал в нее и рылся в их сокровищах. Они никак не могли разрешить этой загадке. Что их могли подглядеть и подслушать во время их последнего посещения, этого им и в голову не пришло. Они опасались не только за свои богатства, но и за свою безопасность. Кто знает, может, и не один этот покойник побывал в их тайной сокровищнице. Наконец они решили следующее. Они отрубили руки и ноги у трупа и вместе с туловищем прибили их по обеим сторонам двери изнутри, так, чтобы каждый незваный гость от страха убежал. Сами они решили целых полгода больше не приезжать сюда. Мулы же тем временем убежали. Жена Касима видела, как он с позаранку выехал из дому, но нисколько этим не обеспокоилась. Когда же прошел весь день, а муж все не возвращался, она стала тревожиться. Когда, наконец, наступила ночь, а Касима все не было, она побежала к Али-бабе и сообщила ему о своей тревоге. Деверь успокоил невестку, как умел, и рассказал ей всю правду. Он думал, что Касим ждет ночи, чтобы провести богатство, не привлекая ничьего внимания. Эти слова успокоили жену Касима. Но часы проходили за часами, а муж все не возвращался, и жена в слезах провела остаток ночи. Едва рассвело, она опять побежала к Деверю. Тот немедленно взноздал осла и отправился в лес. По дороге Али-баба все ожидал увидеть брата, но, доехав до скалы, так и не встретил его. Наконец, очутился он у двери и вдруг заметил кровавые следы на мягкой траве. Страшная участь его брата немедленно стала ему ясна. Он закричал, «Сезам, откройся!» И с ужасом увидел тело мертвого брата. Слезы выступили у него на глазах, когда он подумал, как счастлив мог бы быть Касим, будь он еще жив. Не поддайся он жадности и скупости, которые привели его к такому ужасному концу. Но он справился с собой. Положил тело брата в одну из корзин, а в другие положил еще несколько мешков с золотом, прикрыл все хворостом и погрузил на осла. Закрыв дверь в скале, он дождался вечера и затем с большими предосторожностями вернулся в город и подъехал к дому Касима. Дверь дома отперла ему невольница Маргиана, умная и ловкая девушка. Али Баба знал это. Поэтому он рассказал ей про смерть ее несчастного господина, а также про то, что он привез его мертвое тело. Но, боже упаси, чтобы кто-нибудь о том не проведал. Они должны постараться всеми силами скрыть убийство. Маргиана впустила осла во двор и старательно приперла ворота. Затем повела Али к своей госпоже. Жена Касима чуть не умерла с горя, когда узнала о судьбе постигшей мужа, но поняла, что им необходимо сохранять спокойствие. Али Баба сказал женщинам, что разбойники наверняка будут наводить справки. И когда узнают, кого убили, то никто в доме Касима не может быть уверен в том, что останется жив. Маргиана предложила способ, как скрыть неестественную смерть хозяина. Она пойдет, говорила она, к аптекарю и попросит сильного лекарства. И так несколько раз. Аптекарь наверняка осведомится, кто это так сильно занемог, и Маргиана скажет, что ее господин при смерти болен. Так они и сделали. Никто поэтому не удивился, когда объявили, что Касим умер от тяжкой болезни в своей постели. Но теперь приходилось выставить мертвое тело на показ. Но и тут умная служанка придумала, как выйти из затруднения. На рассвете она пошла на рынок к знакомому башмачнику. Тот открыл недавно лавку и очень нуждался в работе. Мустафа слыл за честного, надежного человека. Но она, тем не менее, очень осторожно повела с ним дело. Прежде всего, она дала ему денег и обещала дать еще больше, если он позволит завязать себе глаза и последует за ней. Она сказала ему, что он должен заштопать башмаки, но так, чтобы никто об этом не знал. Тут не скрывается ничего дурного, но он должен поклясться, что никому не расскажет. Мустафа, подкупленный золотом, дал завязать себе глаза и последовал за девушкой в дом Касима. Там его подвели к мертвому телу, и после некоторого колебания он стал пришивать руки и ноги к туловищу. Он работал быстро и скоро окончил свой труд, получив за него столько денег, что мог без забот прожить на них полгода. Когда мертвое тело одели, его можно было выставить на показ без опасений. Башмачника с завязанными глазами вывели вон из дома и отвели обратно. Касима же похоронили в присутствии многочисленных соседей и приятелей. Его жена недолго пережила свою потерю и вскоре последовала за мужем в вечность. Али-Баба наследовал всему имуществу покойного. Он переехал в дом умершего брата и забыл и думать о разбойниках. Маргиану, верную и умную служанку, он удерживал при себе. Прошло полгода. Вот прибыли однажды разбойники к скале и открыли, что не только мертвое тело исчезло, но и многое из их казны. Они испугались и разозлились, потому что им стало ясно, что кто-то открыл их тайну. Атаман сказал «Мы должны непременно узнать, кто наш враг. С этой целью один из нас должен идти переодетым в город и там прислушиваться, не говорят ли в народе что-нибудь про необыкновенную смерть. Мы должны во что бы то ни стало открыть, кто был убитый и где он жил. Не то это дело может повернуться для нас еще хуже. При этом надо держать ухо востро и спрашивать очень-очень осторожно. А если кто-нибудь своей неловкостью подвергнет нас опасности, я ему голову отрублю. После этих слов один из разбойников вызвался идти в город и попытать счастье и пошел напутствуемый похвалами и счастливыми пожеланиями своих товарищей. Переодетым прошел он случайно мимо лавки Мустафы, усердно работавшего. Разбойник подошел к нему и, почуяв в нем городского сторожила, подумал, что он может от него многое выведать. Дело было как раз на рассвете и разбойник начал разговор вопросом. Неужели ты видишь что-нибудь в таких потемках, старина? Да, и потруднее работу справил на Медне, отвечал Мустафа. Должно быть, трудная работа досталась тебе, старина, продолжал допытываться разбойник. Да, как по-твоему, разрубленное мертвое тело сшить легко? Ты-то верно хочешь сказать саван? спросил разбойник. Да не, какой саван? отвечал Мустафа и подмигнул при этом глазом. Как я сказал, так и было, но ты меня больше не спрашивай, я тебе все равно больше ничего не скажу. Разбойник спокойно заметил. Да я и не стану расспрашивать. Хотелось бы вот мне видеть только дом, где ты зашивал покойника. Трудно это сделать, меня туда приводили с завязанными глазами. Но, может, ты сумел бы найти туда дорогу? пытал его разбойник, понявшись, что попал на верный след и побрякивая золотыми в кармане. Мустафа задумался. Тогда разбойник предложил ему двадцать дукатов, если он приведет его к месту, в котором занимался такой необыкновенной работой. Сумма показалась небогатому башмачнику довольно заманчивой. Он помнил, в каком направлении вела его маргиана и даже сосчитал шаги, чтобы найти, если понадобится дом. Теперь ему предстояло повторить опыт за такую сумму денег, которая могла обеспечить ему безбедное существование на долгое время. Он принял предложение, дал себе завязать глаза и привел незнакомца в нужное место. Прежде чем развязать глаза Мустафе, он поставил мелом крест на двери дома Али-Бабы, чтобы потом узнать его. Отсчитал башмачнику двадцать пять дукатов и отпустил его. После этого побежал довольный в лес к атаману. Там его все расхвалили, и разбойники уже поздравляли друг друга с тем, что их враг будет скоро устранен. Они вознамерились уже в следующую ночь покончить с ним. Однако цель их была не так близка. По счастью, им поперек дороги встала Маргиана. После того, как разбойник ушел, ей пришлось пойти за какой-то покупкой. Вернувшись, она заметила белый крест на двери дома. Она тотчас догадалась, что чья-то чужая рука начертала его, но не знала с какой целью, однако взяла поскорее мокрое полотенце и стерла крест. Когда ночью пришли сорок разбойников, то тщетно проискали дом, и тот, чья хитрость оказалась неудачной, поплатился жизнью. Несмотря на это, другой разбойник предложил найти дом, так как все были убеждены, что только этим путем раскроют владельца их тайны. Разбойник рано утром отправился в город, разыскал Мустафу, заставил его привести себя к дому Али-Бабы и провел на нем красную черту на таком месте, где бы она не бросалась в глаза. «Эту черту они не заметят», подумал он, «а если и заметят, то все же я увижу, если они ее сотрут». Когда Моргиана вернулась с рынка, то припомнила вчерашний крест. Ее зоркие глаза оглядели дверь, и она тотчас же заметила красную черту, которой она была в том убеждена, вчера на этом месте не было. Она испугалась, потому что сообразила, что кто-то замышляет недоброе против дома ее господина, стерла красную черту и, кроме того, провела красные черты на многих домах по соседству, не было ни слова об этом Али-Бабе, так как не хотела его тревожить понапрасну, но, само собой, разумеется, решила держать ухо востро. На этот раз разбойники, спрятав оружие, пришли с рассветом в город, чтобы не тратить времени даром. Они пришли на улицу, где стоял дом Али-Бабы. Но как же испугался разбойник, посланный в разведку, когда увидел красную черту на многих домах? Это совсем сбило его с толку, и вскоре товарищи его убедились, что и на этот раз пришли зря. Второй разбойник тоже поплатился жизнью. Всех более сердился атаман. После краткого совещания с сотоварищами он объявил, что теперь сам рискнет жизнью, чтобы разыскать общего врага. На следующее утро атаман отправился в город, велел башмачнику указать себе дом, долгое время осматривал его, запомнил все его особенности, все, чем он отличался от соседних домов, и даже сосчитал число окон. После этого успокоенный вернулся в банду. На этот раз он был уверен, что узнает дом. Кроме того, он придумал отличный план, как забраться к Али-бабе. Все приготовления к этому были скоро окончены. Прошло несколько дней. Солнце уже клонилось к закату, а Али-баба стоял у двери своего дома. Вдруг он увидел приближающегося по улице торговца маслом. Он вел девятнадцать мулов, и на каждом было нагружено два больших кожаных меха. Животные казались на вид утомленными, и торговец, остановясь перед Али-бабой, так повел с ним речь. «Господин, я приехал издалека, и хочу завтра продать свой товар на базаре, но в целом городе у меня нет никого знакомых, и я не знаю, где мне переночевать. Не позволите ли мне поставить к вам во двор мулов, а самому мне переночевать где-нибудь около них в конюшне?» Добрый Али-баба ни минуты не колебался. Он радушно пригласил иноземца к себе в дом, Маргиана растворила ворота, Мулов загнали во двор, а гостя провели в прекрасную комнату, выходившую окнами во двор, и пригласили к ужину. Он отказался от ужина, и невольница отвела его в приготовленную для него комнату. Однако прежде он отправился еще раз поглядеть на Мулов и похлопать по каждому из мехов, при этом прошептал «Я сплю на первом этаже. Когда я брошу камешек во двор, значит, пора. Вылезайте из мехов и спокойно дожидайтесь меня». Такие слова проговорил он перед тридцатью семью мехами, а перед тридцать восьмым ничего не сказал, в том было масло. Во всех же других спрятаны были разбойники, и мнимый торговец был никто иной, как сам их атаман. Услышав такие же тихие ответы разбойников, атаман ушел в свою комнату, задул свечу и лег, не раздеваясь на постель, чтобы дождаться, когда в доме все стихнет. Между тем Али-Баба приказал Моргиани приготовить ему перед сном чистое белье и передать его невольнику Абдалет, так как он рано утром пойдет в баню. Кроме того, пусть она сварит хороший говяжий бульон, который он и выпьет после бани. Моргиана приготовила белье, поставила горшок с мясом на огонь и затем позвала Абдалу, чтобы отдать ему белье и бульон. Но так как бульон еще не доварился, то они стали болтать. Абдала что-то рассказывал служанке, а та снимала пенку с бульона. Вдруг лампа погасла, потому что масло все в ней выгорело. Моргиана испугалась, потому что она только что вспомнила, что все масло в доме кончилось. Тогда Абдала сказал, «У нас во дворе тридцать восемь мехов с маслом. Уж сколько тебе на лампу нужно, торговец верно не пожалеет». «Твоя правда», вскричала Моргиана весело, взяла кружку и побежала во двор. Когда она подошла к одному из мехов и хотела раскрыть его, то услышала шепот. «Что? Уже пора?» Моргиана от страха чуть не упала на землю и захотела закричать «Караул!» но скоро опомнилась и тихо отвечала «Нет, еще не скоро». Потом подошла к следующему меху и дала тот же ответ. Таким образом она обошла все мехи до последнего и только тут могла она, дрожа всем телом, наполнить маслом свою кружку. Когда она зажгла лампу в кухне, слуга заметил, что она вся дрожит и сообразил, что с ней должно было произойти что-нибудь необыкновенное. Он спросил ее «В чем дело?» «Представь себе Абдала «В мехах спрятаны тридцать семь разбойников, а в комнате для гостей лежит тридцать восьмой, наверное, их атаман. Все они забрались сюда за тем, чтобы убить нас и нашего господина». Весельчак Абдала тоже на минуту испугался, услыхав такую новость. «Убьем сначала атамана», предложил он. «Нет», решительно отвечала Моргиана. «Самое трудное дело это отделаться от всех разбойников. Поэтому возьми поскорее этот котел и ступай с ним в левый угол двора, там находится мех с маслом. Наполни им весь котел и принеси сюда, а я пока разведу огонь. Да только смотри, будь осторожен». Слуга повиновался и вскоре вернулся с маслом. Моргиана поставила котел на огонь и он вскоре закипел. Тогда они оба перенесли во двор котел с кипящим маслом. Моргиана захватила при этом с собой горшок. Она хотела влить кипящее масло в каждый из мехов. Тем временем атаман лежал в постели, но не спал. Его сердило, что в доме так долго не затихает шум. В кухне все еще горит огонь и время от времени долетают до него шаги со двора. И он сгорал от нетерпения поскорее привести в исполнение свой злодейский план. Наконец все стихло. Он прислушивался еще некоторое время и поглядел затем нет ли огня на кухне. Огонь погас и весь дом по-видимому спал. Теперь наступило удобное время. Он подождал еще полчаса, чтобы действовать наверняка. Затем подошел к окну и подал условный знак. То есть бросил камешек во двор. С напряжением прислушивался он. Ничто не шевелилось и не двигалось. Он бросил другой камень и даже попал им в мех и все-таки тишина была мертвая. Тут им овладело беспокойство. Тихонько прокрался он во двор, подошел к первому меху, и каково было его изумление, и каков ужас, когда он увидел, что тут произошло. То же самое увидел он и у других мехов. Тут им овладел неописуемый страх. Должно быть, кто-то его выдал. С ужасом огляделся он вокруг. Хотя было все тихо, но он не доверял этой тишине. Он перелез через забор и убежал в лес. Тут взял он из казны великолепнейшее платье и переоделся. Лицо он свое так подделал, что стал неузнаваем. Когда наступило утро, он вернулся в город и нанял в качестве приезжего купца квартиру в гостинице. Сначала он думал, что происшествие у Али-Бабы не останется в тайне, но вскоре убедился, что хитрый Али не проговорится о том, с чем связана тайна о сокровищах в скале, которых он может лишиться, если разболтает истину. Маргиана рассказала Али-Бабе, что происходило ночью, и тот с помощью верных слуг зарыл мертвые тела в своем саду. Атаман разбойников назвался Хаджой Гусейном и вскоре по прибытии купил лавку в городе, наполнил ее богатыми материями, коврами, ну и тому подобным товаром и стал торговать. Он открыл свое торговое заведение как раз на той самой улице, где когда-то была лавка Касима. Эта лавка теперь перешла к сыну Али. Как приезжий, Гусейн согласно обычаю сделал визиты всем своим соседям. Он познакомился также и с молодым сыном своего врага. Вскоре узнал он, с кем имеет дело. Это его чрезмерно обрадовало. Он удвоил внимание и любезность относительно молодого человека, и тот охотно водил компанию с таким вежливым, умным и опытным человеком. Али-Баба тоже часто навещал сына, но атамана разбойников он не узнал. Да и могло ли что-нибудь подобное прийти ему в голову? Хаджа Гусейн несколько раз приглашал молодого купца к себе обедать. Надо было отблагодарить его таким же приглашением. Но так как сын Али-Бабы жил скромно и не мог так роскошно угостить гостя, как бы ему хотелось, то попросил отца пригласить иностранного купца к себе в дом. Али-Баба охотно согласился. Вскоре и случай к тому представился. Сын встретил однажды вечером Гусейна, когда тот возвращался с прогулки, провел его мимо дома отца, который был слишком хорошо знаком атаману и вежливо пригласил его войти к отцу и поужинать с ним. Сначала хаджа Гусейн отказывался для виду, но тут вышел из дому сам отец и позвал его. Он принял приглашение и подумал, что наконец он близок к своей цели и скоро погубит своего врага. Он решил, что лучше всего напоить отца сыном пьяными и обоих заколоть кинжалом. Али-Баба был очень рад принять у себя именитого человека. Атаман разбойников был мастер разыгрывать комедию. Он занимал хозяина описанием своих путешествий и давал понять, что поездил таки по белу свету. От этого, конечно, и уважение к нему возросло у хозяев. В то время, как честный хозяин дома с благородным и искренним дружелюбием честовал своего гостя, в душе переодетого разбойника кипела ненависть и злоба. Маргиана прислуживала за столом. С любопытством вглядывалась она в гости. «Где-то я его видела», думал с ей. Когда кушанье было подано, она еще раз пристально поглядела на гостя. Тут ее точно молния осенила. Добрая память, острое зрение не обманывали ее. То был торговец маслом, атаман разбойников, превратившийся теперь в купца. А под складками его платья она увидела блестящий кинжал. «Ей богу, это он», — сказала она Абдалле, когда вернулась на кухню. «Кто он?» — с любопытством спросил тот. Но Маргиана дала ему знак, и он понял, кого она имеет в виду. Что замышляет злодей, было обоим ясно. А в столовой сидели его жертвы, мирно курили трубки и понятия не имели о грозе, собиравшейся над их головами. Маргиана же быстро придумала план для спасения своих господ. Вместо того, чтобы сесть ужинать, невольница оделась танцовщицей. Взяла в одну руку тамбурин, а в другую тонкий, остро отточенный кинжал. На лицо она надела маску. После того весело вбежала в столовую и после низкого поклона присутствующим стала исполнять грациозный танец. Мнимый Хаджа Гусейн не ожидал, что Али Баба устроит ему такой сюрприз и подумал, что сегодня ему не удастся привести свой план в исполнение. Однако утешал себя надеждой, что случай к этому ему вскоре представится. Само собой разумеется, что он обратил очень мало внимания на искусство Моргианы. Показав свое умение в танцах, последняя стала упражняться с кинжалом, размахивала им в воздухе и затем приставляла к собственной груди. И все это очень ловко и замысловато. Наконец она как будто выбилась из сил. Тогда она взяла в руки тамбурин и с поклоном подошла к хозяину, протягивая тамбурин так, как это делают настоящие танцовщицы. Алибаба бросил Моргиане монету. После этого она повернулась к Хадже Гусейну и тот вынул кошелек, готовясь тоже сделать танцовщице денежный подарок. Но в эту минуту смелая девушка нагнулась над ним и воткнула ему кинжал в самое сердце, так что он повалился без дыхана из дивана. Алибаба и его сын, выходившие на минуту из комнаты и только что в нее вернувшиеся, от ужаса громко вскрикнули. «Несчастая, что ты сделала?» вскричал хозяин дома. «Неужели ты хочешь погубить меня и все мое семейство?» «Нет», отвечала спокойно девушка, «не погубить, а спасти». И, подойдя к трупу, сорвала с него фальшивую бороду. И все тогда узнали атамана разбойников. «Теперь вы видите, с каким опасным врагом вам приходилось иметь дело?» спросила она. Алибаба был вне себя от изумления и ужаса. Он обнял верную служанку и поцеловал ее в лоб. Сын его тоже подошел и пожал ей руку. И тут Алибаба сказал, «Маргиана, ты была моя невольница, отныне ты свободна, но я все же не хотел бы, чтобы ты покинула мой дом. Я не знаю девушки благороднее тебя. И ежели сын мой согласен, то лучшей жены я ему и желать не могу». Сын Алибабы давно уже любил Маргиану и без колебаний согласился на ней жениться. Атамана разбойников схоронили рядом с товарищами по его позорному ремеслу. Немного дней спустя совершилось пышное бракосочетание сына Алибабы с Маргианой. На великолепном Перу собрались в доме Алибабы все его друзья и соседи. Алибаба ни разу не посещал пещеры, с тех пор как нашел там труп брата. Но теперь после смерти Атамана он больше не боялся встречи с разбойниками, а потому отправился туда однажды в сопровождении сына, которому открыл тайну. Он нашел в пещере все в том же виде, как и оставил. С тех пор Алибаба с сыном жили мудро и богато. А тайна о волшебной пещере перешла к их потомкам. Синдбад мореход Июльским жарким днем шел однажды по улицам Багдада бедный носильщик с тяжелой ношей на плечах. Носильщика звали Синдбад. В то время в Багдаде жило двое людей, носивших одно и то же имя. Обоих звали Синдбад. Один был богатый купец, который вел обширную торговлю. Он жил в большом хорошо устроенном доме, окруженном торговыми складами и лавками. При доме был чудный тенистый сад. Много невольников и невольниц прислуживали хозяину дома, и друзья его часто приглашались к обеду, за которым подавались самые редкие кушанья. Другой Синдбад, как уже было выше сказано, был бедный человек и зарабатывал скудное пропитание ремеслом носильщика. И вот случилось как-то однажды, что этот самый бедный носильщик с тяжелой ношей на плечах проходил мимо дворца своего однофамильца Синбада по прозвищу Мореход. Так как он очень устал, то положил на минуту свою ношу на тенистые ступени дворца, отер пот салба и перевел дух. И тут он услышал чудесную музыку и очаровательное пение. Увидел слуг, которые носили в драгоценных сосудах различные кушания и напитки. И вот носильщик задумался о неравном распределении земных благ между людьми. «О, — — — какая разница между одним Синбадом и другим? Один покоится на мягких диванах, другой на жестком камне. Там веселые песни, здесь тяжелые вздухи. Зачем великий Аллах это так устроено? Отряхивая пыль с платья, приподнялся носильщик со ступеньки дворца, чтобы опять взвалить себе ношу на плечи. Но тут вышел из дому богато одетый слуга и пригласил его войти в дом, так как господин желает переговорить с ним. Носилищик смутился, однако последовал за слугой, поручив привратнику охранять свою ношу. Вот вошел он в большую прекрасную залу, посреди которой весело бил фонтан. Вдоль стен стояли великолепные диваны, на которых восседало большое общество знатных господ. На почетном месте сидел почтенного вида старик. Открытые окна выходили в сад, из него доносился аромат цветов. Синбад-носильщик почтительно поклонился, и все ответили на его поклон. Хозяин дома был особенно радушен и приветлив, в особенности, когда узнал, что перед ним его однофамилец. Пришельца отлично угостили такими кушаньями, которых он никогда не едал. — Ты жаловался, любезный друг, — начал хозяин, — что бог не благословил тебя богатством. Носильщик смутился и, извиняясь, просил не понимать его слова в дурном смысле, но усталость и бедность так его удручают, что довели его до таких неприличных жалоб. Старик заметил. — Я не сержусь на тебя, но твоя жалоба напоминает мне о тех бедствиях и нужде, которым я и сам подвергался прежде, чем достигнуть благосостояния. Я видел и испытал в своей жизни удивительные вещи. Семь путешествий совершил я, и если вам, мои друзья, это может быть интересным, то я расскажу вам кое-что из них, и ты послушаешь, дорогой мой однофамилец. Все выразили готовность слушать, и хозяин стал рассказывать о своем первом путешествии. Хотя я получил имущество в наследство от моего отца, но был еще так молод и неопытен, когда он умер, что не мог как следует воспользоваться своим наследством. И вышло так, что через несколько лет у меня ничего от него не осталось. От всего имущества сохранился у меня только один дом. Но и его бы я скоро лишился, если бы вовремя не спохватился заняться торговлей. Поэтому дом я продал и купил на вырученные деньги товару, с которым и поплыл в море. Плавание наше было благополучное. Корабль спустился по Тигру в Персидский залив, оттуда вышел в Индийский океан. По дороге наш корабль заходил в различные порты. И везде я вел успешную торговлю. После долгого плавания приплыли мы, наконец, к небольшому острову. Капитану вздумалось бросить близ него якорь. Большинство путешественников сошло с корабля, в том числе и я. Мы отправились гулять по острову. Одни принялись стирать свое белье, другие развели огонь, чтоб варить обед, третьи просто разлеглись на земле. В то время, как мы считали себя в полной безопасности, вдруг капитан нам закричал с корабля, чтоб мы скорее возвращались, иначе погибнем. Сначала мы не могли понять, чем он нас пугает. Но многие, однако, побежали к лодкам. Но было уже поздно. Земля под нами начала колебаться, и мы увидели, что находимся не на острове, а на громадной рыбе, которую мы, должно быть, потревожили. Она зашевелилась и стала опускаться в море, и я словно чудом схватился за перевернутую вверх дном лодку и успел все-таки сесть на нее. Но корабль был слишком далеко от меня, и все мои крики были напрасны. Я был один и брошен на громадном водном пространстве с одной надеждою на Бога. Только Он и мог меня спасти. Ночь наступила и прошла, а я все плыл, плыл на лодке, но вот вдали показался настоящий остров, которому прибило меня течением. Берег порос кустарником, и я схватился за ветку, спускавшуюся в воду, и с большими усилиями вскарабкался на твердую землю. Но я был так утомлен, что мог только с трудом доползти до холма, поросшего лесом. Там я проспал весь день и всю следующую ночь. И когда проснулся, разбуженный какими-то звуками, то было уже утро. Я с удивлением протер глаза и понял свое незавидное положение. Снова услышал я шум. То было громкое лошадиное ржание. Вскочив на ноги, увидел я человека, который вел прекрасного большого коня. Конь был совсем еще не выезжен, и человеку трудно было с ним справиться. Он взглянул на меня и сказал, — Откуда ты взялся, незнакомец? Я рассказал ему о том, что с нами случилось. Тогда человек накормил и напоил меня, а затем сказал, — Ты находишься в стране короля Мердяна. Я его главный конюх. Каждый год посылает он меня сюда ловить морского жеребца. Эту породу лошадей он любит больше всего, потому что порода эта очень сильная, быстрая и умная. Каждый год на этом самом месте выходит конь из моря, и я ловлю его для моего короля. Ты проснулся как раз в ту минуту, когда я его поймал. Вообще тебе везет, потому что сюда редко кто попадает из обитателей материка. Следуй теперь за мной, и я тебя отведу к королю. После долгого странствия человек привел меня в столицу государства и представил своему королю. Король встретил меня дружески, снабдил платьем всем необходимым. Кроме того, он определил меня на должность берегового надсмотрщика. И вообще жилось мне хорошо. Конечно, мне случалось грустить по моему далекому отечеству. И когда время от времени приезжали на остров иностранцы, то я, конечно же, расспрашивал их про мой родной город Багдад. Но многие даже никогда и не слыхали про него, а другие никогда в нем не бывали. Меня, наконец, взяла тоска и стал я думать, что никогда больше не увижу своего отечества. Однажды приплыл к нам корабль с богатым грузом. Я надзирал за тем, как его разгружали, так как это входило в мои обязанности. Тут подошел ко мне корабельный капитан и сказал, — Господин, у нас тут есть еще товары, которые, собственно говоря, никому не принадлежат, так как владелец их утонул. По крайней мере, мы ничего о нем не слыхали с тех пор, как он упал в море. Я спросил его, как его звали, откуда был он родом, и каково было мое удивление, когда капитан отвечал, — Его звали Синбад, и родом он был из Багдада. — Да это же я сам! — радостно вскричал я. И тут уже очередь была удивляться за капитаном. Я рассказал ему в подробности, как я попал сюда на остров, и он не мог больше сомневаться, что я действительно тот самый человек, за которого себя выдаю, хотя и не мог меня признать в лицо, потому что горе и пережитые лишения сильно меня не изменили. Я продал все свои товары, простился с добрым королем Мердяном, сел на корабль и после долгого плавания благополучно прибыл в Багдад. Здесь купил себе дом, выстроил лавку, наполнил ее товаром и стал значительным купцом, и могу вести независимую несчастливую жизнь. Но вот мной снова овладела страстью к путешествиям, и я решился опять пуститься в путь. Однако так как сегодня уже поздно, то не будет ли лучше любезные мои гости, если я отложу свой рассказ до завтра? Все присутствующие согласились с этим. И носильщика Синбада тоже пригласили приходить слушать, и кроме того его богатый однофамилец подарил ему сто золотых монет. На следующий день, в тот же самый час, он явился в дом, и ласковый хозяин стал рассказывать о своем втором путешествии. Мда... Как нехорошо мне было дома, но не мог я доли трех лет прожить на месте. Накупив новых товаров и нагрузив ими корабль, пустился я снова в море. Мы уже несколько недель плыви по морю, видели красивые города, земли и совершили несколько выгодных торговых сделок, когда наконец решили бросить якорь. Земля, перед которой мы остановились, была покрыта роскошной растительностью, но кругом не видно было ни людей, ни их жилищ. Вместе со многими другими сошел я на землю и после прогулки присел отдохнуть у красивого ручья. Слуга принес мне пообедать, и, наевшись, я крепко заснул. А когда проснулся, то увидел, что я совсем один. Великие, Боже, корабли уже скрывались из виду, обо мне позабыли и, вероятно, давно уже отчалили от берега. Тут я горько раскаялся, что после злополучных приключений, постигших меня в мое первое путешествие, снова покинул Отечество. Я громко жаловался на свою судьбу, но, конечно, это не помогало. Смущенный, опечаленный, пошел я по дороге, куда глаза глядят. Вдруг увидел я вдали что-то блестящее, но никак не мог разобрать, что бы это такое могло быть. Я подошел поближе, и, к величайшему моему удивлению, увидел большое белое куполообразное здание с гладкими стенками и без всякого отверстия. Я обошел его кругом и сосчитал шаги, пятьдесят шагов. Влезть на него не было никакой возможности. В то время, как я раздумывал, что бы это такая могла быть за штука, вдруг кругом потемнело, точно облако закрыло от меня солнце. Я глянул вверх, и то, что я увидел, привело меня в неописуемый ужас. Высоко в воздухе и как раз над моей головой носилась колоссальная птица. Тут мне припомнилось, что матросы нашего корабля рассказывали про такую птицу и называли ее птицей Рух. «И я понял, что это круглое белое здание — ее яйцо, и она готовится сесть на него». И действительно, птица села на яйцо и покрыла его своими громадными крыльями. Когда я несколько опомнился от удивления, мне пришла мысль воспользоваться этой птицей, чтобы выбраться с необитаемого острова. Я подумал, что, вероятно, это громадная птица и не заметит даже, как понесет меня по воздуху. Я тогда размотал свою челму и крепко привязал себя к правой ноге колоссальной птицы. «Быть может, — думалось мне, — она перенесет меня на материк, а уж оттуда я как-нибудь доберусь до Багдада». Птица просидела всю ночь на яйце, а я пролежал у ее ног. Когда же взошло солнце, она поднялась вместе со мной и так быстро и высоко взвелась на воздух, что я уже не мог различать землю. На этой высоте пробыла она несколько часов, летя все дальше и дальше, и затем начала спускаться на землю. Как только я почувствовал под ногами почву, так тотчас же отвязал меня, а птица схватила большую змею, замеченную ею, и опять поднялась вверх. Я же огляделся и увидел, что нахожусь в долине, окруженной скалами, вершины которых уходили в облака. Выхода из этой долины не было. Везде натыкался я на голый камень. Чем утолю я голод и жажду? Я проклинал свою смелость, благодаря которой я попал сюда. Но когда я рассмотрел поближе блестящие камни, то увидел, что это были бриллианты. Окруженный неисчислимыми сокровищами, я должен был умереть голодной смертью. Когда солнце зашло, я стал искать местечко, где бы преклонить усталую голову. Увидя поблизости пещеру, я подумал, что она мне будет удобным убежищем. Я вполз в нее и уже собирался уснуть. Как вдруг шум около меня заставил вскочить на ноги. Колоссальная змея ползла ко мне. И ее сверкающие глаза доказывали, что она намерена жестоко наказать непрошенного гостя. Ну, куда мне было деваться? Со страхом пополз я дальше в пещеру и с радостью заметил, что чудовище не гонится за мной. Не смыкая глаз, с нетерпением дожидался я наступления дня. Наконец рассвело. Измученный бессонной ночью и страхом за свою жизнь тихонько выбрался я из пещеры, переступив через спящую змею, и пошел бродить по долине. Вдруг передо мной упал тяжелый предмет. Нагнувшись, я увидел только что зарезанную овцу. Тут я вспомнил рассказ, который часто слышал в детстве, но не хотел ему верить. А именно, что существует будто бы неприступная бриллиантовая долина, и люди, которым известна эта тайна, добывают из нее драгоценные камни совершенно особым способом. Они бросают в нее большие куски мяса, бриллианты прилипают к ним, затем прилетают большие орлы и хватают мясо, но испуганные криками, карауливших их людей, роняют его. Тогда люди собирают бриллианты и кладут их себе в карман. Я стал надеяться, что, может быть, это не сказка, и мне удастся спастись. Я набил все карманы бриллиантами, самыми крупными и красивыми, какие только мог найти в торопях, привязал себя к мертвой овце и стал дожидаться орла, который вынес бы меня из долины. Недолго я ждал. Громадный орел спустился, схватил мясо и вместе с ним унес и меня. А когда мы выбрались из долины, птица, утомленная ношей, спустилась на землю, но тут ее уже поджидала толпа моих спасителей. Они прогнали орла, и я остался вместе с мертвой овцой на земле. Эти люди сильно удивились, когда вместо драгоценных камней нашли живого человека, привязанного к овце. Они удивились еще больше, когда, отвязав меня, услышали рассказ о моих приключениях. Я поделился с ними бриллиантами и примкнул к их каравану. После продолжительного странствия по горам и пустыням мы прибыли в населенную землю. В ближайшем портовом городе сел я на корабль, накупив товару на вырученные от продажи бриллиантов деньги. Наконец, я имел счастье прибыть в Басру, откуда благополучно добрался до Багдада. Здесь я обнял верную супругу и милых детей, считавших меня уже погибшим. На этом закончился рассказ о втором путешествии Синбада-Марехода. Богато одарив своего однофамильца, обещал он гостям рассказать на следующий день о своем третьем путешествии. Счастливая жизнь, проходившая в удовольствии и в исполнении всех обязанностей, заставила меня совершенно позабыть о бедствиях второго путешествия, а беспокойный дух снова потянул вдаль. Вскоре с запасом товаров поплыл я в Индию. Мы уже побывали во многих портовых городах. Там я продавал свои товары или выменивал на другие и уже сколотил порядочную сумму денег. Как в один прекрасный день застала нас сильная буря. Оборвав все паруса и снасти, погнала она нас к одной группе островов. Капитан был в большой тревоге, потому что знал, что эти острова пользуются дурной славой. Мы скоро узнали, почему. Будучи вынужденными бросить якорь в гавани одного из этих островов, капитан собрал нас и экипаж вокруг себя и сказал. Мы идем навстречу непредвиденной и опасной судьбе. Острова, перед которыми мы находимся, называются обезьяньями. Бесчисленные толпы обезьян живут на них, и погибель наша неизбежна, если мы раним или убьем одну из них. Поэтому будем осторожны, чтобы ни в коем случае их не раздразнить. Не успел он это проговорить, как на берегу появились толпы небольших рыжих четвероруких. Они попрыгали в море и направились вплавь к нашему кораблю. Быстро и со всех сторон взобрались они на него, и вскоре на корабле их стало видимо-невидимо. Палуба, каюта, снасти и все углы и закоулки с любопытством осматривались ими. Но нас они пока оставляли в покое, но вскоре мы с ужасом заметили, что они разрывают паруса, перегрызают канаты, посуду же и мебель бросают в море. После этого они сломали руль и вытащили якорь, так что корабль снова стал игрушкой волн и был выброшен на берег. Мы все благополучно выбрались на землю, хотя и промокли до костей. Пробродив некоторое время, мы успели забраться в большую пещеру. Перед ним был устроен громадный очаг, и на нем лежали обуглившиеся стволы деревьев. Тут мы и улеглись, так как страшно устали от всех этих треволнений. Мы заснули, и тем временем наступил вечер. Вдруг нас разбудило колыхание земли под нами, и к нам подошел черный великан, такой большой, как финиковая пальма. У него был ужасный рот с большими острыми зубами, а на лбу громадный глаз, светившийся, как раскаленный уголь. Спокойно уселся он перед очагом и окинул нас взглядом, от которого мы приросли к месту. Через некоторое время чудовище развело большой огонь в очаге, навалив туда свежих древесных стволов. Потом он взял меня, точно котенка, за шиворот, а я совсем окоченил от страха. Он поднял меня и разглядывал с адской усмешкой, после того довольно грубо опустил на землю. То же самое проделал он со всеми моими спутниками. Когда же очередь дошла до нашего капитана, человека довольно тучного, то чудовище расхохоталось и без дальнейших церемоний откусило ему голову. После того великан загнал нас в пещеру и завалил большим камнем. Мы ужаснулись от такого гостеприимства, и нам стало ясно, что ожидает нас впереди. Он готовил нас себе на обед. Если нам не удастся бежать, мы погибли. Но вот камень, которым был завален вход в пещеру, повернулся, вошел великан и улегся у входа. Вскоре он захрапел. Тихонько подполз я к нему и заметил на наше счастье узкую щель между его туловищем и скалой. Осторожно выбрались мы все через эту щель из пещеры и со всех ног бросились сбежать к морскому берегу. Но что было делать дальше? В беде волей-неволей станешь находчивым. На берегу лежало несколько поваленных деревьев с обрубленными ветками. Это были дрова, приготовленные нашим великаном. Примемся скорее за дело, сказал я своим спутникам. «Месяц звезды ярко светит нам. Построим три плота, достаточно больших, чтоб всем нам на них поместиться». Сказано — сделано. Мы разорвали свои челмы и шаровары и связали ими деревья. Через несколько часов плоты были готовы. Вскоре занялась утренняя заря, и мы с большим трудом спустили в море наши бесхитростные суда. Не успели мы сесть на плоты. Как вслед за нами раздался громовой голос великана, и в море упал громадный обломок скалы. Море сильно взволновалось, и два плота перевернулись, сидевшие на них люди попадали в воду и утонули. Только мой плот, который уже довольно далеко уплыл в море, удержался, несмотря на второй обломок скалы, брошенный ему вслед той же великанской рукой. Море было спокойно, и мы счастливо спаслись от чудовища, которое не могло больше нас преследовать. Я управлял рулем, и, наконец, мы прибыли к другому острову, где и сошли с нашего утлого суденышка. Нас было трое человек, мы проголодались, но кругом нас на деревьях росли чудные плоды, которыми мы и утешили голод. Так как уже смеркалось, то мы влезли на деревья, где и заснули. Утром нас разбудил сильный шум. Мы подняли голову и увидели громадную змею, которая ползла на нас. Поспешно спрыгнули мы на землю и пустились бежать, но все-таки она схватила одного из нас и съела. Весь день в отчаянии и в ужасе я с моим уцелевшим товарищем искал на острове хоть какое-нибудь убежище от колоссальной змеи. Наконец, к вечеру мы нашли толстое дерево с большими ветками и сочли его самым безопасным убежищем на ночь. Но едва взошло солнце, как змея снова появилась, и прежде, нежели мы успели опомниться, схватила моего товарища за ногу, стащила с дерева и съела. Всю следующую ночь я не мог сомкнуть глаз от тоски и страха, что с наступающим утром стану жертвой чудовища. Я оплакивал свою судьбу и думал о прекрасном Багдаде и моем бедном покинутом семействе и живо представлял горе моих близких, если я больше не вернусь. Когда рассвело, я слез с дерева и побежал к морю. Лучше, думал я, погибнуть в морских волнах, нежели в пасти чудовища. Но помощь была ближе, чем я думал. В море, довольно близко к берегу, я увидел корабль и стал кричать изо всех сил и махать развернутой челмой, чтоб меня заметили. Через некоторое время я увидел, что достиг цели. С корабля спустили лодку, и она подошла к берегу. Я сел в нее и вскоре затем стоял на палубе около капитана. С удивлением выслушал он мой рассказ, подарил мне новое платье, накормил и напоил. Плавание было благополучно, и вскоре я прибыл через Басру в Багдад. Так заключил Синбад-мореход рассказ о своем третьем путешествии. Он снова подарил носильщику сто динариев и пригласил всех своих гостей на следующее утро выслушать рассказ о четвертом путешествии. «Спокойная и счастливая жизнь дома», — начал Синбад на следующее утро, не могла приковать меня надолго к месту. В один прекрасный день, набрав с собой товару, я отправился через Персию в один приморский город. Оттуда отплыл я в Индию, но творец как будто хотел покарать меня за мое корыстолюбие. Ночью разыгрался сильный ураган, корабль потерпел крушение, и я схватился за балку, которая спасла меня от верной смерти. К счастью, буря вскоре улеглась, и меня прибила к острову, неподалеку от мели, на которой разбился корабль. Как я был рад вступить на твердую землю, этого я не в состоянии описать. Но что меня ожидало на острове? Я все-таки этого побаивался, благодаря прежнему горькому опыту. И мне было очень любопытно узнать, обитаем ли этот остров, и не водятся ли на нем колоссальные змеи, людоеды и тому подобное. Пройдя некоторое пространство по берегу, я вдруг к моей величайшей радости наткнулся на людей, занятых собиранием перца. Они очень дружелюбно меня встретили, сказали, что через несколько дней возвращаются на родину и возьмут меня с собой. Я принял их приглашение, мы пришли в столицу владетеля острова, и меня в качестве иностранца представили королю. Он тоже принял меня радушно и пригласил во всякое время бывать при дворе. Всего более заинтересовали его мои приключения, и он часто заставлял меня их себе рассказывать. А так как король относился ко мне так внимательно, то вскоре я стал заметной и влиятельной особой в городе. Давно уже удивлялся я на способ езды в этом городе. Все ездили на неоседланных лошадях, не исключая короля и его свиты. Я спросил короля о причине того, и он отвечал мне, что никакого другого способа езды они не знают. Но так как гораздо спокойнее ездить на оседланной лошади, то я постарался изготовить седло, избрую по арабскому образцу. Когда седло было готово, я принес его к королю и испробовал его на одной из его лошадей. После меня сел на коня король и был так восхищен новым изобретением, что на радостях щедро одарил меня и сделал своим другом. Я также должен был устроить седельную мастерскую и обучить нескольких человек этому мастерству. Мало-помалу я очень разбогател, потому что никто в городе не хотел больше ездить без уздечки, седла и стремени. Я гордился своим успехом, а король советовался со мной как со своим другом, о всякого рода других делах. Я жил во дворце, и мне был отведен целый ряд роскошных покоев и великолепный сад. В услужении мне он дал нескольких слуг и служанок, так что я отлично жил, пользуясь его обществом и чувствовал себя счастливым. Одно только огорчало меня. Мысль о моем бедном семействе в Багдаде. Покину ли я когда-нибудь это одинокое царство? Эта мысль была облаком, часто отуманивавшим солнце моего счастья. Но вот постиг меня тяжелый удар. Король, мой друг и благодетель, умер от несчастного падения с лошади. Я со всей души оплакивал его, но не мог не заметить странных взглядов, которые бросали на меня присутствующие на его похоронах. Я не мог объяснить себе, что бы это значило, но вскоре был выведен из нерешительности. Когда я проводил гроб на кладбище и стоял у раскрытой могилы, ко мне подошел наследник покойного короля и сообщил последнее желание или приказ своего предшественника. И какое, как бы вы думали, требование предъявлял ко мне мой покойный друг-король, ни более, ни менее, как то, чтобы я, будучи его лучшим другом, в жизни последовал за ним в могилу. Все мои убеждения, что я мертвецу ни на что не нужен, что сёдел и сбруи на том свете не изготавляют и так далее, все это ни к чему не привело. Меня схватили и, несмотря на мое отчаянное сопротивление, столкнули в могилу и замуровали. Праведное небо! Я был заживо погребен. Обширный мрачный склеп с запахом гнили и тления сокрыл меня. От сильного волнения я упал в обморок. Через некоторое время я снова пришел в себя и увидел, что в узкую щель в скале проходит свет. Но я не мог туда добраться, чтобы расширить щель и выйти из склепа. У меня с собой не было ни лестницы, ни инструмента, поэтому я должен был отказаться от этого плана. Но при свете этого дневного луча я огляделся кругом. Мне страшно и теперь вспоминать об этом, и я не хочу наводить на вас ужас, любезные слушатели. На покойниках, лежавших в истлевших гробах, было много драгоценных уборов. Конечно, они не могли утолить проснувшегося во мне голода, но я считал себя также владельцем этих сокровищ, так как принадлежал к обитателям этого склепа, поэтому я положил несколько драгоценных уборов себе в карман. Долго, должно быть, сидел я, и, наконец, свет, проходивший в трещину скалы, погас мало-помалу. На поверхности земли наступила ночь. Внезапно какой-то шелест вывел меня из задумчивости. Я подошел к тому месту, откуда раздался странный звук. Мне показалось, что я увидел в потемках четвероногое животное, что-то вроде лисицы, убегавшей от меня. Я пошел за ним и увидел, что пещера в этом направлении удлиняется. Я осторожно двигался вперед, ощупывая руками стены. Пещера становилась все ниже и ниже. Я должен был наклоняться, чтобы не стукнуться головой, и, наконец, пополз. Вдруг в лицо мне повеяло свежим воздухом, и непосредственно над своей головой я заметил отверстие, в которое мне удалось просунуть голову. Тут должен был я искать спасение. Я пополз назад и положил себе в карман еще несколько золотых цепей и драгоценных камней, замеченных мной днем. Я взял также ручку от одного из гробов и попробовал ею расширить отверстие, что мне и удалось. Хотя, понятно, со страшным трудом под градом лился у меня солба, когда я, наконец, вылез в это отверстие и вздохнул свободно, покинув могилу, собиравшуюся меня поглотить. Солнце должно было скоро взойти, заря уже занялась, и я увидел, что нахожусь поблизости от морского берега. Море напевало свою однообразную песню. Я нашел недалеко от берега челнок, оснащенный для рыбной ловли. Уже рассвело, но никто не появлялся, чтоб спустить челнок на воду. Наконец пришел старик. Я подошел к нему со страхом, как бы он меня не узнал, но этого, к счастью, не случилось. — Не возьмешь ли ты меня с собой в море? — спросил я. — Мне кажется, что вон та черная точка на горизонте — корабль. Мне б хотелось его нагнать. И с этими словами я положил ему в руки бриллианты. Старик очень обрадовался такому дорогому подарку. Мы сели в челнок и скоро настигли проходивший мимо корабль. Меня приняли на борт, и я стал предметом удивления, когда рассказал о своих похождениях. Корабль шел к Зонским островам. Там я променял мои драгоценные камни и уборы на различные товары, продал их весьма выгодно, и, заработав большую сумму денег, вернулся на родину. А теперь, любезные гости, я надеюсь завтра рассказать вам о дальнейших моих похождениях. Так закончил Синбад свой рассказ и подарил своему однофамильцу сто дукатов, в то время как гости собирались уходить. «Можно было бы подумать», так начал Синбад мореход рассказ о своем пятом путешествии, «что такой тяжкий опыт, как пережитый мною во время рассказанного вами путешествия, убьет во мне всякую охоту к дальним странствиям. И однако этого не произошло. Но на этот раз я затеял снарядить свой собственный корабль и нанял отборный экипаж и капитана. Эта мысль меня так занимала, что я просто не мог успокоиться, пока не привел ее в исполнение. Поэтому я построил себе прочный корабль, и когда он был готов, вышел с попутным ветром в море. Первая чужеземная земля, которую мы увидели, был пустынный остров с яйцом птицы Рух. Я уже знал его, но моим спутникам любопытно было его осмотреть, и мы высадились. Когда мы подошли поближе к яйцу, то увидели, что молодой птенчик был готов вылупиться из него. Он только что пробил скорлупу и выставил наружу острый клюв. Я со своей стороны охотно поглядел бы, что будет дальше, но мои спутники разбили яйцо и убили молодого птенца. Они разрубили его на части, развели огонь и стали жарить. Они еще не кончили своего обеда, как вдали на горизонте показались черные тучи. Капитан поторопился с отплытием, потому что знал, что означают эти тучи. То были старые птицы, прилетавшие поглядеть на свое яйцо. Мы отплыли уже довольно далеко от острова, когда услышали яростный крик птиц над убитым птенцом. Вскоре они опять полетели в том же направлении, откуда явились, и мы уже льстили себя надеждой, что озлобленные животные не узнают, кто виновник их беды. Но мы ошибались. Вскоре они опять появились. И на этот раз каждая держала по огромному обломку скалы в лапах. Высоко поднявшись над нами, выпустила одна из птиц свой обломок, но, к счастью, наш корабль уклонился, и скала упала возле него в забурлившее море. От сильной качки мы попадали друг на друга и не успели подняться, как вторая скала, лучше направленная, упала на палубу и раздробила мой прекрасный корабль на тысячу кусков. Я стоял у руля и был выброшен за борт. Между тем, как экипаж был частью раздавлен, частью тоже попадал в море, я крепко ухватился за бревно и слышал кругом себя стоны погибающих. Затем волна подхватила меня и далеко угнала. Долго плавал я по морю, наконец, на горизонте показался зеленый остров. Уже силы оставляли меня, но, привыкшие к подобного рода несчастьям, я бодро работал ногами и благополучно направил бревно, на котором сидел к земле, куда меня влекло и течение. Выбившись из силы, я схватился за кустарник, спускавшийся в море, и вскарабкался на берег. Остров был очень плодороден. На нем росло много деревьев с прекрасными плодами. Пройдя несколько далее, я увидел чистый и прозрачный ручеек и напился из него. Высокая трава виднелась на горизонте, и, дойдя до нее, я выбрал себе место для ночлега. Но ночью я часто просыпался от страшных снов, в которых мне грезились громадные змеи, людоеды и тому подобные уже знакомые мне ужасы. К счастью, ничего этого не привиделось мне наяву. Когда рассвело, я отправился на дальнейшую разведку. Я пришел к небольшой роще и осторожно вошел в нее. Там увидел я человека с седыми волосами, сидевшего на берегу ручья. Я сначала подумал, что он принадлежит к числу пассажиров моего корабля, и подошел поближе, чтобы с ним поздороваться. Но старичок казался очень старым и слабым, и только кивнул головой, показывая знаками, чтобы его перенесли через ручей. Сожалея о его старости, я пригласил его сесть мне на спину и перенес его через реку. Но когда я захотел спустить старика с плеч, то старое чудовище так крепко обхватило меня ногами за шею, что чуть не задушило меня. И я без чувств повалился на землю. Когда я пришел в себя, то почувствовал, что хотя ноги его все еще обхватывают мою шею, но не так крепко. Я постарался освободиться от него, но тщетно. Он только бил меня за это палкой. Он колотил меня немилосердно до тех пор, пока я не встал и не понес его к деревьям, с которых он стал срывать лучшие плоды. Так длился весь день. И я так устал, что к вечеру повалился на землю и заснул мертвым сном. Едва проснулся я на следующее утро, как мой мучитель снова уселся ко мне на спину. Весь день гонял он меня тычками и пинками, как и вчера, и с этих пор ежедневно я должен был бегать, как скаковая лошадь. Наконец, я споткнулся об один корень. Я тотчас же узнал, что сок этого корня обладает снотворным действием. Ночью, когда старик спал, прокрался я к этому месту, вырыл корень и выдавил несколько капель злому человеку в нос. Он немедленно впал в глубокий сон. Я же, обрадовавшись, что освободился от него хотя бы на несколько часов, опрометью побежал к морю. Когда рассвело, я добежал до морского берега. Но кто опишет мою радость, когда я увидал на берегу нескольких человек, только что сошедших с корабля, стоявшего поблизости на якоре? Это были купцы, и, заметив, что я со всех ног бегу, к ним закричали. Не видал ли я тут морского старика? Если вы разумеете проклятого старикашку, который ездит на людях, как на лошадях, и при этом бьет их до полусмерти, то я не только его видел, но и возил его несколько дней на спине, и теперь благополучно от него убежал. Удивлению добрых людей не было границ. Никогда еще ни один человек, говорили они, не уходил живым из его рук. Этот остров славится тем, что многие несчастные погибли от рук злого старика. Только когда несколько человек высаживается здесь, он оставляет их в покое. Ваше спасение похоже на чудо. И попросили, чтоб я им рассказал мои похождения. Когда они услышали, что чудовище спит непробудным сном, то решили покончить с ним раз и навсегда. Я показал им дорогу, и капитан убил злого старика. Таким образом, прекрасный остров стал доступен для людей. Капитан и другие пассажиры корабля пригласили меня плыть вместе с ними. Мы высадились в гавани большого города, и один из купцов, которому я особенно полюбился, сделал мне одно предложение, чтобы дать мне возможность заработать денег и вернуться обратно домой. Я должен был с несколькими другими людьми идти в соседний лес и делать там то же, что и они. Мне дали большой мешок, и я присоединился к нескольким сильным мужчинам, не зная даже, зачем меня посылают. Мы пришли в лес из кокосовых пальм. Эти деревья были слишком высоки, чтобы можно было на них влезть. Но на многих из них сидели обезьяны, которые, увидя нас, поднялись на самые верхушки. Мы набрали камней и сделали вид, что бросаем их в животных. Они же нарвали кокосовых орехов и стали бросать в нас. Мы, конечно, должны были остерегаться, чтобы они не попали в нас, но все прошло благополучно, и мы набрали кокосовых орехов в полные мешки. А затем вернулись в город. Купец, посылавший меня, заплатил мне порядочную сумму денег за орехи и сказал, что если я каждый день буду присылать постольку, то скоро заработаю деньги, необходимые на проезд в Багдад. Предсказания его оправдались. И я заработал даже больше, чем ожидал. Наконец, я сел на корабль, отправляющийся к пряным островам. Благополучно прибыв туда, закупил я большой запас перца. На других островах я обменял часть перца на алоэ. С этим товаром я отправился к жемчужным отмелям, и здесь мне особенно повезло. Водолазы, нанятые мною, выловили из моря невероятно крупный жемчуг, и вскоре я мог отправиться на попутном корабле в Басру. Я воспользовался этим обстоятельством, чтоб вернуться домой, а по дороге продал алоэ, перец и жемчуг и выручил большую сумму денег. Таким образом, несмотря на неприятные приключения с морским стариком, я благополучно вернулся домой. Я одарил бедных, и у меня осталось достаточно денег сверх того, чтоб жить в довольстве. Но не прошло и года, как меня снова и неудержимо потянуло вдаль. Я решительно не мог жить на одном месте, и сколько ни отговаривала меня моя сестра, я предпринял новое путешествие, о котором, друзья мои, я расскажу вам завтра. Однофамилец получил свой подарок от богатого Синбада, и все гости обещали снова собраться на завтра. На следующий день купец начал рассказ о своем шестом путешествии. На этот раз я не захотел плыть через Басру в Персидский залив и отправился сухим путем к берегам Аравийского моря. В одной из его гаваней я сел на корабль, капитан которого охотно согласился совершить продолжительное морское плавание. Сначала мы не могли пожаловаться на погоду, но на третий день она переменилась. Сильная буря застигла нас, сломала мачты, оборвала паруса, и нам пришлось искать спасение в лодках. Я, капитан и четыре матроса сели в одну лодку и принялись грести изо всех сил. Через несколько часов буря улеглась, но корабль наш погиб безвозвратно, и мы благодарили Бога, что успели вовремя покинуть его. Что касается другой лодки, то мы потеряли ее из виду, быть может, она разделила участь корабля. Но вот на горизонте капитан заметил остров с острыми скалами, к которому нас гнало морским течением. «О, лучше бы нам всем утонуть в море!» вскричал он. «Мы пропадем с голода на этом острове, так как на нем ничего не растет, а кругом не видно ни корабля, который мог бы нас захватить». В торопях мы так мало захватили с собой съестных припасов, а капитан был прав. Когда мы наконец пристали к острову, то увидели, что он весь из голых скал. Но эти скалы все состояли из горного хрусталя и драгоценных рубинов и изумрудов. На берегу же мы нашли очень много янтаря, выброшенного морем. Но всего замечательнее было одно место, где скалы раздвигались и образовывалась широкая равнина, окруженная с трех сторон отвесными скалами. Эти скалы были неприступны, так что образовывали естественный и непреодолимый барьер. Недалеко от берега вытекала из земли большая прозрачная река. Она впадала, однако, не в море, но протекала по равнине до самых гор и пропадала в большом темном гроте. Мы долго глядели на это чудо. Окруженные неприступными скалами, мы были беспомощны и предоставлены самим себе. Теперь мы поняли, почему капитан жила, чтоб мы лучше утонули, но пока нам ничего не оставалось сделать, как добросовестно поделить между собой съестные припасы. Но голд это не родной брат, и как нескудно пользовались мы нашими запасами, однако и им пришел конец. Все мы до такой степени отощали от недостатка пищи, что не могли почти пошевелить ни рукой, ни ногой, и с часа на час ждали смерти. Я оказался сильнее всех. Капитана на следующий день мы нашли в сильной лихорадке и в бреду. Состояние его все ухудшалось, и, наконец, он умер в страшных муках. Несколько дней спустя такая же участь постигла и другого из моих спутников. Я бродил как тень и стоял так равнодушен ко всему, что вокруг меня происходило, что почти не заметил, как и последний из моих спутников сомкнул глаза. Тут я несколько опомнился и, собрав последние силы, побежал к лодке, которую мы вытащили на берег. Лихорадочно оглядел я в ней все уголки и, к моей величайшей радости, нашел фляжку с вином, несколько сушеных плодов и топор. Один из моих спутников, должно быть, оборонил его при высадке. Я глотнул вина, о, как оно меня подкрепило, мужество снова во мне проснулось. И у меня появился счастливый план. Я захотел исследовать то место, где заканчивалась удивительная река. Она же должна была выходить по ту сторону скалистых гор, не может же быть, чтобы она пропадала в земле. Если же она вытекала оттуда, то, наверное, протекает по плодородной земле, где живут счастливые люди, которые, может быть, и не подозревают о существовании этого убийственного и негостеприимного берега. Взгляд мой упал на лодку, но я был слишком еще слаб, чтобы протащить ее на реку. Поэтому я расколол лодку топором, перетащил несколько досок на берег реки и устроил себе плод. Если думалось мне, я спущусь на нем по реке, то худшее, что может случиться со мной, это смерть, которая и без того ожидает меня здесь. С удвоенными силами принялся я за работу, и скорее, нежели я ожидал, плод мой был готов. Я нагрузил его несколькими обломками великолепного горного хрусталя, размотал челму и положил в нее несколько великолепных изумрудов и рубинов, несколько янтарей и сушеных плодов, посланных мне судьбой. Затем я сел на плод, взял в руки весло и мужественно направился к гроту, который через некоторое время принял меня в свои темные недра. Я растянулся во всю длину моего тела, чтобы не разбить себе голову оскалы. Задумавшись, я, наконец, уснул, быстро влекомый течением. Я думаю, что я довольно долго проспал. Когда же я, наконец, проснулся, то кругом меня был ясный день. Я приподнялся и с удивлением протер себе глаза, чтобы убедиться, действительно ли я не сплю. Неужели же я это вижу все наяву? Да, это было наяву. Я находился в большой веселой долине, и солнце уже высоко стояло на небе. Плод мой был привязан к берегу, на котором стояла толпа темнолицых людей, с любопытством меня разглядывавших. Как только я их увидел, я встал и поклонился им. Они заговорили со мной, но я не понимал их языка. Я подумал, что и они тоже не поймут меня, однако решил попытаться. Скажите мне, добрые люди, вскричал я, где я нахожусь? И дружески ли вы примете меня, иностранца, в своей стране? Тут из толпы выскочил человек. Он понял мои слова, потому что он тоже был араб, и отвечал на мой вопрос. Брат мой, ты находишься на Большом Индийском острове. Скажи мне, откуда ты явился? Мы живем в этой долине, и пришли сюда, чтобы отвезти посредством канала воду этой реки, вытекающей из горы, на наши поля. Но тут мы увидели твой плод, и один из нас бросился к нему вплавь, привел его к берегу и привязал. А теперь отвечай нам, и скажи, как ты попал на эту реку? Дайте мне сначала поесть, сказал я, потому что меня мучит сильный голод, а после я вам все расскажу. Они принесли мне различные кушанья, и поев, я поведал им о моих приключениях. Переводчик переводил мои слова туземцам, с удивлением слушавшим меня, и пригласившим затем последовать за ним к их королю. Они привели мне верхового коня, и один побежал вперед, а другие последовали на плоту, вместе с находившимися на нем сокровищами. Прибыв в столицу, я был немедленно представлен повелителю большого острова. Я приветствовал его по индийскому обычаю, полниц и поцеловал землю. Он приказал мне встать, дружески кивнул мне головой и усадил возле себя. Я подробно рассказал ему о моих приключениях и ничего не утаил. Он удивлялся моему терпению, но ничего не знал о гроте, через который я приплыл. Истинность своего рассказа подтвердил я тем, что поднес ему драгоценные камни, но он с улыбкой отказался от них. Он сказал, что я не должен покинуть его царство беднее, чем был, а напротив богаче. После этого поручил чиновникам озаботиться о дальнейшем моем пребывании до тех пор, пока не представится случай вернуться в Отечество. Я часто бывал у него в гостях, и он всегда дружески принимал меня. Некоторое время спустя прибыл корабль, отправляющийся на мою родину. Я сердечно простился с моим высоким покровителем. Он поручил мне отвезти драгоценный подарок, халифу Гарун Али Рашиду, и самого меня богато одарил. Я сел на корабль и отправился на родину. Подарком для халифа была чаша, величиной не больше кулака, но вся она была сделана из цельного рубина и осыпана драгоценным жемчугом. Благополучно достиг я Басры, оттуда немедленно отправился в Багдад. Здесь прежде всего я выполнил поручение, данное мне к халифу. Он очень был рад драгоценному подарку и, выслушав рассказ о моих похождениях, щедро наградил меня. Я же принял твердое решение никогда больше не предпринимать путешествий. Как случилось, что я не сдержал своего слова, это я расскажу моим дорогим слушателям завтра. Тут Синбад умолк, и гости его удалились после того, как Синбад носильщик получил свои сто дукатов. С напряженным вниманием слушали на следующий день друзья богатого купца рассказ о его седьмом и последнем путешествии. Он начал. После моего возвращения с Большого Индийского острова я чувствовал себя очень хорошо в кругу друзей и домашних. Страсть к путешествиям прошла, и я намеревался всю остальную жизнь наслаждаться покоем. Мудреного тут ничего не было, и я достиг уже тех лет жизни, когда борода начинает сидеть. Друзья меня спрашивали иногда в шутку. Ну что, Синбад, скоро ли опять в путь? Но я отвечал в полном убеждении и искренности моих слов. Увидите, что я никогда более не расстану с Багдадом. Однажды, когда я по обыкновению обедал с несколькими друзьями и рассказывал им некоторые эпизоды из моей жизни, ко мне явился посланный от халифа и пригласил идти немедленно к нему. Я тотчас же отправился к повелителю Багдада и был допущен к Гарун Аль-Рашиду. Он принял меня очень дружески и сказал «Любезный Синбад, у меня есть для тебя очень почетное поручение. Ты привез мне богатый подарок от короля островитян». Я совещался со своими министрами и решил тоже послать ему с тобой несколько дорогих подарков. Казначей выдаст тебе деньги на проезд, а в гавани Басры ожидает тебя хороший корабль, который, надеюсь, благополучно доставит тебя туда и обратно. Я был точно громом поражен этими словами халифа. Я просил его требовать от меня всего чего угодно, только не нового путешествия. Он был неумолим. Смея сговорил он, «Синбад, для тебя это сущие пустяки. Кто обладает таким опытом, как ты, того не может испугать путешествие на острова Индийского океана, которые ты так хорошо знаешь. Поэтому не отговаривайся больше и поезжай лучше сегодня, чем завтра. Я не переменю своего намерения». Я видел, что мне оставалось только повиноваться. Отправился домой, устроил свои дела семейные и торговые, забрал подарки халифа и отправился в Басру. Через несколько дней мы уже отплыли. Без всякого препятствия прошли из Персидского залива Великий океан и достигли южной оконечности Индии, возле которой лежали те острова. Благополучно достигли мы и их. Я высадился и вскоре прибыл в столицу к моему царственному другу. Он выразил мне свою радость, что снова меня видит и сказал Я часто о вас думал, любезный Синбад. Расскажите мне, что с вами с тех пор было. Переводчик перевел ему о данном мне поручении от халифа и, вручив подарки, я откланился. Через несколько дней я сделал прощальный визит, причем министр подарил мне от имени короля великолепное кольцо в знак его благоволения. Мы отправились в обратный путь, и я надеялся, что он будет благополучен и скор, так как чего человек желает, того и ждет. Но случилось иначе. Однажды утром нас испугал крик. ПИРАТЫ! Разбойничьи корабли в то время попадались очень редко в этих водах, поэтому мы не были достаточно хорошо вооружены для такой встречи. Только поспешное бегство могло спасти нас, но вскоре мы увидели, что разбойничий корабль гонится за нами и уже готов нас настичь. Так и случилось. Разбойники пошли на абордаж и забрали весь корабль с грузом и экипаж и нас, пассажиров, обратили в невольничество. Куда они девали наш корабль, я не знаю. Нас же, после долгого и мучительного плавания, отвезли на один невольничий рынок в Африку и там продали. Представьте себе весь ужас моего положения. Мне приходилось кончать жизнь в узах рабства, а не в недрах семейства в богатстве и роскоши. Но где было искать спасение от такой ужасной участи? Меня купил один торговец. Когда он привез меня в свой дом, то спросил, не знаю ли я какого-нибудь ремесла. Я отвечал отрицательно. Тогда он пожелал узнать, не умею ли я стрелять из лука. Это я умел. И вот он дал мне лук и стрелы и поехал со мной в большой лес. Там он поставил меня под большим деревом и сказал, влезь на это дерево и жди, пока не увидишь слонов. Выстрели в них и криком направь в ту сторону, где расставлены мои другие рабы. Мой господин описал мне направление, где скрываются остальные охотники. И я остался один. Прошло довольно много времени. Я осторожил на своем неудобном посту. Вдруг затряслась земля точно от землетрясения. Вскоре затем кусты затрещали. И появились целые сотни слонов, которые, увидя меня, подняли вверх хоботы и ужасно закричали, так что я со страха выронил лук и стрелы и не знал, что мне и думать. Слоны подбежали к моему дереву и принялись его расшатывать хоботами. Теперь я понял весь ужас моего положения. Конечно, они хотели вырвать дерево и затем растоптать меня ногами. Дерево раскачивалось взад и вперед и, наконец, повалилось. Я соскочил на землю, чтобы не быть раздавленным ветками, но тут один из слонов осторожно обхватил меня хоботом и посадил к себе на спину. Потом спокойно пошел вперед, между тем, как другие перед ним расступились. Потом пошли за ним следом, и все стадо углубилось в первобытный лес. Солнце уже спускалось к закату, когда мы достигли одной открытой поляны. Тем временем я отошел от страха. Вдруг слон снова обхватил меня хоботом и спустил на землю. С удивлением заметил я кругом себя прекраснейшую слоновую кость, а рядом лежали скелеты слонов. Умные животные, как я понял, привели меня сюда, чтобы показать мне эти сокровища и избавиться от дальнейшего преследования. Вскоре после этого все стадо исчезло в направлении противоположном тому, откуда мы прибыли. Я должен был переночевать на слоновьем кладбище. Утром следующего дня я по следам слонов добрался до того места, где меня оставил мой господин. Затем я опять переночевал и на рассвете вернулся в город. Торговец с удивлением выслушал мой рассказ и сначала не хотел ему верить. Но когда другие рабы подтвердили, что видели громадное стадо слонов, от которого разбежались, то господин, забрав с собой фуру, последовал за мной. Мы благополучно добрались до указанного места, и можно себе представить, как обрадовался мой хозяин, увидя такую пропасть дорогой слоновой кости. Когда мы благополучно перевезли ее в город, он призвал меня в свой покой и сказал, Синбад, брат мой, я называю тебя так, потому что отныне ты не мой слуга, но свободный человек и мой друг, так как доставил моему дому великое счастье, и было бы несправедливо, если бы я тебя за это не отблагодарил. Когда ты так долго не возвращался, то я думал уже, что ты погиб, как большинство твоих предшественников. тем больше я радуюсь твоему спасению. Надеюсь, что ты ничего не будешь иметь против того, если я назначу тебя участником в своем крупном торговом деле. Я предлагаю тебе половину прибыли. Мой добрый господин, конечно, ожидал, что я приму его предложение, но я воспользовался лишь первой половиной его, то есть предложенной мне свободой. Когда он узнал, при каких обстоятельствах я попал в рабство, и что дома меня оплакивают милая жена и любящие дети, то обнял меня, отдал мне половину добытой слоновой кости, и с первым же попутным ветром я благополучно отправился домой. Дал отчет халифу в путешествии и надеюсь, что уже больше никогда не расстанусь со своим отечеством. Теперь ты видишь, любезный друг и однофамилец, обратился рассказчик Синбаду носильщику, что и мне пришлось испытать много горького в жизни, прежде чем насладиться ее сладостью. Не всякий, кого мы видим счастливым, в данную минуту был всегда счастлив, но конечно обязанность всех, кого Бог благословил богатством, помогать своим бедным братьям. Так как судьба свела меня с тобой, то ты об этом не пожалеешь. Я желаю видеть тебя ежедневно и озабочусь о том, чтобы отныне ты не имел причины жаловаться на свою долю. Так окончил свои рассказы Синбад мореход. Синбад носильщик ходил к нему в гости до самой смерти. Оба достигли глубокой старости, и богатый купец Синбад так почитался в Багдаде, что дети и дети детей довели сведения о его приключениях и благотворительности до наших дней. Аладдин и волшебная лампа В то время как Багдад был богатейшим и великолепнейшим городом Востока, жила в нем одна бедная вдова с сыном. Мальчика звали Аладдин. Он был очень красив собой и умен, но ленив и большой по весу. Достигнув пятнадцатилетнего возраста, стал он однако стыдиться жить на иждивении матери, зарабатывавшей себе и сыну пропитания трудами рук своих и решил отныне сам зарабатывать свой хлеб. Он простился с матерью и та напутствовала его добрыми пожеланиями. Аладдин хотел наняться в услужение к какому-нибудь господину. Как раз в то время приехал в Багдад иностранец из Африки, которого благодаря его зловещему виду и страшному наряду не иначе называли как африканский колдун. Магия открыла ему, что поблизости Багдада находится пещера, где горит волшебная лампа. Этой драгоценностью ему очень хотелось завладеть. Но так как проникнуть в пещеру мог только человек не посвященный в тайну лампы, то колдун и искал такого человека. Его-то и встретил Аладдин. Волшебник внимательно поглядел на мальчика и сказал «Если хочешь мне служить, ступай за мной. Я сделаю тебя богатым и счастливым». Аладдин отвечал «Охотно, господин, так как надеюсь, что вы меня не обманите». «В этом ты сейчас убедишься», отвечал колдун добродушным тоном. После того вошел с Аладдином в лавку с платьем и предложил мальчику выбрать то, что ему больше нравится. Великолепно одетый последовал Аладдин по желанию иностранца за ним загород. После долгого пути тот привел его в узкую долину, одиноко лежавшую среди высоких гор. Здесь он остановился и сказал Аладдину «Свяжи вязанку хвороста и зажги ее, и ты увидишь такие вещи, каких еще ни один человек не видел». Когда пламя ярко разгорелось, незнакомец с невнятным бормотанием и странными движениями посыпал что-то в огонь и стал махать над ним волшебным жезлом. Вскоре затем последовал громовой удар, и земля задрожала и разверзлась. Тут Аладдин впервые сообразил к великому своему ужасу, что попал в руки колдуна и хотел убежать, но колдун удержал его и закатил ему такую пощечину, что Аладдин упал на землю. «Глупый мальчишка!» скричал он. «Если ты обещал мне служить, то должен меня слушаться. А ну-ка приподними камень из расщелины под нашими ногами». Хотя этот камень был очень велик, Аладдин не посмел противоречить своему господину, внушавшему ему большой страх. С решимостью ухватился он за железное кольцо, вделанное в камень, но каково же было его удивление, когда колоссальный камень оказалось так же легко приподнять, как небольшой камешек. В отверстие виднелась полуобрушенная лестница, которая вела их в глубину. «Спускайся вниз!» приказал колдун. «Три больших богатых подземелья раскроются перед тобой, наполненные всяческими драгоценностями, но ты смотри ничего не трогай и спеши дальше и пройди в дверь находящуюся в конце третьего подземелья и ты попадешь в сад. В конце сада ты увидишь мраморную залу и в ней голубую нишу. В этой нише горит лампа на вид совсем простая. Эту лампу ты принесешь мне, но вначале ты должен будешь ее потушить и вылить из нее масло». «Чтобы при этом с тобой не приключилось чего-нибудь нехорошего, вот надень этот золотой перстень на средний палец правой руки, он предохранит тебя от всякой опасности». Теперь Аладину было совсем не страшно. Он смело сбежал с лестницы и углубился в недра земли. Когда он вошел в подземелье, то все, что его окружало, показалось ему таким прекрасным, точно он во сне переселился в рай. Он без колебаний прошел подземелье, наполненное драгоценностями, и вошел в чудесный сад, подошел к голубой нише, где нашел лампу, потушил ее и, вылив из нее масло, положил в карман. Но на обратном пути не смог удержаться от искушения сорвать в саду плодов. Когда взял их в руки, то оказалось, что все они из стекла. Но так они ему все-таки понравились, что он набрал их и разных других драгоценностей полные карманы. Тем временем колдун нетерпеливо ждал возвращения слуги. Наклонившись над подземельем, со сверкающими глазами глядел он в него и, как только показался, Аладдин крикнул ему «Лампу! Аладдин, давай быстрее лампу!» «Не торопитесь так, любезный учитель», отвечал развязно мальчик, остановившись на полдороги. «Советую вам лучше спуститься вниз и поглядеть на окружающее великолепие». «Молчи! И давай сюда лампу!» заорал колдун, жадно протягивая руку в подземелье. Аладдин и сам не знал, как это получилось, что ему вдруг захотелось помучить колдуна за полученную им от него пощечину. «Ах, да, лампу!» сказал он равнодушно, делая вид, что роется у себя в карманах. «Действительно, лампу! Она где-то у меня в карманах, но я куда-то ее очень глубоко засунул, а сверху заложил плодами, которые нарвал в чудесном саду, а потому никак не могу ее достать». Тут уж колдун не смог удержаться от бешенства. Он составил злодейский план выманить сначала у Аладдина лампу, а затем оставить его в подземелье, чтобы никто не знал тайны о необыкновенной пещере и лампе. Теперь он видел, что план его разрушен. «Постой, негодный мальчишка!» скричал он. «Тебе плохо придется!» И с яростью завалил камнем отверстие подземелье, так что мальчик оказался похоронен в земле. После того с проклятиями удалился, сел немедленно на корабль и отплыл на свою родину, в Африку. В беспомощном состоянии бродил Аладдин по подземелью, не находя выхода. Уже три дня провел он в нем и умирал с голоду. Тут он с отчаянием стал ломать руки и молить Аллаха об освобождении. И вот, вздымая руки вверх, он нечаянно повернул золотое кольцо, надетое ему на палец колдуном. Внезапно перед ним мелькнул луч света, точно молния, и появился джинн колоссального роста. И он сказал, «Я раб кольца, которое у тебя надето на пальце. Что прикажешь мне сделать?» Испуганный мальчик пролепетал, «О, джинн, выведи меня из этого ужасного места, перенеси меня в Багдад, в дом моей матери!» Не успел он выговорить эти слова, как уже очутился там, где желал. «Матушка, милая матушка, дай мне скорее поесть, иначе я умру с голоду!» Испуганная старуха поспешила подать все, что у нее было — кусок черстого хлеба и глоток воды. Но нашему Аладдину это показалось вкусно, как миндальное печенье, и он почувствовал себя настолько подкрепленным, что смог рассказать все, что с ним случилось. Добрая женщина сначала ничему не поверила, и только когда сын показал ей стеклянные фрукты, драгоценные камни и, наконец, лампу, все ее сомнения рассеялись. «Как ты думаешь, не продать ли нам эти диковинные вещи? Быть может, нам дадут за них столько денег, что мы несколько дней будем сыты?» Мать засмеялась. «Кому нужны стеклянные игрушки? Одна только лампа полезная вещь. Подожди, я ее немного почищу песком». Но едва стала она ее тереть, как вдруг с потолка спустился на огромном облаке колоссальный крылатый джинн и громовым голосом сказал «Я раб лампы! и готов повиноваться тому, у кого она в руках! Что тебе требуется?» Мать Аладдина так испугалась, что упала без чувств на пол. Но Аладдин, который уже привык к появлению джинов, не смутился. Поспешно схватил он лампу и сказал «Я ужасно голоден, любезный джинн, принеси мне поесть!» Джин исчез, но тотчас же вернулся с большим великолепнейшим подносом, на котором стояли серебряные блюда и другая дорогая посуда с отборнейшими кушаньями и вином. Он поставил поднос и исчез в облаке пара. «Какое счастье!» скричал Аладдин. «Тайна лампы открыта! Матушка, матушка, приди в себя! Мы теперь больше не будем знать нужды». И действительно, после этого они зажили на славу. Стоило только Аладдину потереть лампу, джинн появится и доставит то, чего хочет юноша. И лучше всего было то, что всякий раз принесет он новую великолепную столовую посуду, а старую оставит им же. Так прожил Аладдин с матерью пять лет в неизменном благополучии. Но он не проводил дни своих праздности и роскоши, а прилежно учился и приобретал все новые знания. В один прекрасный день, проходя случайно мимо дворца султана, он увидел у окна прекрасную принцессу Фатиму с лицом незакрытым вуалью. Она ему очень понравилась. И вернувшись домой, он сказал матери, «Фатима, прекрасная дочь султана, будет моей женой». Добрая женщина подумала, что ее сын с ума сошел и старался его образумить, но тщетно. Аладдин приставал к ней, прося, чтобы она шла к султану просить для него руки его дочери. «Надень свое лучшее платье и отнеси им в подарок прекрасные фрукты, которые я сорвал в волшебном саду, и ты увидишь, как султан им обрадуется. С тех пор, как я кое-чему научился, я знаю, что фрукты эти не из стекла, а как ты думала, а из драгоценных камней, каким и цены нет, и каких нет ни у одного султана на свете». Добрая мать согласилась наконец исполнить желание сына. Она взяла драгоценнейшие из сосудов, наполнила его фруктами и другими драгоценностями, старательно завернула в великолепную шаль и пошла во дворец султана. Когда после настойчивых просьб ее наконец допустили к султану, она молча велителем земли и встала только тогда, когда султан милостиво проговорил «Скажи мне, добрая женщина, что привело тебя сюда?» Тогда она рассказала, рассыпаясь в извинениях, о великой любви своего сына к прекрасной принцессе Фатиме, и как случилось, что сын задумал просить ее руки. Султан и его придворные не могли сначала удержаться от смеха при таком странном сватовстве. Но когда мать Аладдина поднесла драгоценную чашу, то вне себя от изумления они воскликнули «Как прекрасно! Какая прелесть! Как должен быть богат твой сын, что может дарить такие драгоценности?» «Ступай домой», прибавил султан, «и скажи сыну, что я готов отдать ему руку дочери, но только смотри передай ему, что он должен сначала прислать мне еще сорок таких чаш, как эта, с двадцатью красивыми черными и двадцатью белыми невольниками. Чаши должны быть сверху донизу полны деньгами и такими же драгоценными камнями и редкими украшениями, что ты мне уже подарила». Аладдин с радостью услышал эту весть. Вскоре после полуночи он взял волшебную лампу и пошел с нею на большую площадь напротив дворца султана. Тут он потер лампу и приказал немедленно явившемуся духу доставить все, что требовал султан. «И еще вот что», прибавил он, «на этом самом месте воздвигни мне дворец такой большой и прекрасный, какого еще не бывало на земле». Едва приказание было отдано, как послышался громовой удар. Перед глазами Аладдина выросло из земли здание такое великолепное, какое ему и не снилось. Внутри раздавалась чудесная музыка, и когда Аладдин вошел, то он был ослеплен окружавшим его блеском. Бесчисленные слуги спешили исполнить его приказания, и сорок невольников с драгоценными подарками уже стояли на готове. Когда наступило утро, весь Багдад узнал о том, что случилось. Народ сбегался, чтобы полюбоваться чудным дворцом Аладдина, и даже султан встал пораньше обыкновенного. Из своих покоев он с удивлением взирал на новый замок, но удивлению его не стало границ, когда ему доложили, что владелец волшебного замка желает его видеть. Немедленно с дочерью и всеми придворными отправился он в тронную залу, чтобы как следует принять знатного гостя, приближавшегося в торжественной процессии. Аладдин с матерью вошел во дворец и приказал поставить принесенные подарки на ступеньки престола. Султан узнал в матери Аладдина вдову, просившую накануне для сына руку его дочери. Он радостно обнял Аладдина как будущего зятя и Фатимане противоречило, так как прекрасный Аладдин ей очень понравился. В тот же самый день совершилось торжественное бракосочетание. В то время, как все это происходило, африканский колдун сидел у себя дома сердитый и все еще не мог забыть про Аладдина и волшебную лампу. Поэтому он послал в один прекрасный день своих воздушных джинов разузнать, что с ними, собственно говоря, стало. Когда те принесли известие, что Аладдин женился на дочери султана, прекрасной принцессе Фатиме, и живет в великолепном дворце, где хранит и лампу, колдун не мог доли выдержать и решил немедленно отправляться в Багдад и завладеть лампой. Аладдин уехал как раз на охоту с султаном, когда однажды колдун появился перед его дворцом, переодетый торговцем лампами. Он нес корзину полную новых ламп и громко кричал «Лампы! Лампы! Кто меняет старые лампы на новые? Лампы! Лампы! Меняю старые лампы на новые!» Люди насмешливо глядели на него и всячески подтрунивали. Принцесса Фатима тоже глядела на него из окна и забавлялась. Вдруг она приказала кликнуть этого торговца во двор дворца и сказала одной из невольниц «В спальне мужа стоит такая старая ржавая лампа. Возьми ее и отнеси этому дураку, который так любит старые лампы». К сожалению, Аладдин своей жене в чем заключается тайна этой лампы. Но колдун именно на это и рассчитывал. Когда он увидел драгоценную лампу, то силой вырвал ее из рук служанки. Но смех прислуги превратился в ужас и плач, когда мнимый торговец, потерев лампу, сказал появившему суддуху «Приказываю тебе перенести дворец со всеми, кто в нем находится в Африку, и поставить его в моем саду». Внезапно поднялся сильный ураган и унес великолепный дворец так, что от него не осталось и следа. Вскоре затем вернулись с охоты султан и его зять. Когда они увидели, какие страшные вещи совершились в их отсутствии, Аладдин впал в великую грусть. Султан пришел в такое бешенство, что приказал немедленно посадить зятя в заточение. «Если через три дня ты не вернешь мне моей любимой дочери вместе с дворцом, то я велю отрубить тебе голову!» пригрозил он Аладдину. Аладдин догадался, что злой волшебник сыграл с ним эту шутку. Но что мог он предпринять, сидя в заточении? Как много лет тому назад, когда он находился в подземелье, ломал он себе руки и молил Аллаха о помощи и избавлении? Как и тогда повернул он кольцо, которое все еще носил на пальце, и тот же дух, что и тогда предстал пред ним и спросил что ему угодно? «Перенеси меня немедленно в то место, где находится моя жена!» приказал Аладдин и очутился в палатах своего дворца. Любящая Фатима бросилась ему навстречу и обняла его со слезами радости. «Ах, как я рада, милый Аладдин, что ты опять со мной! Но я боюсь за свою жизнь. Через несколько минут придет колдун ко мне обедать. Если он тебя увидит, то, наверное, убьет». «Не беспокойся обо мне!» храбро успокаивал ее Аладдин. «Возьми-ка вот этот пузырек. Он содержит сильнейший яд на свете и вкусен, как самое чудесное вино. Налей его в стакан колдуна, а в свой вина. Затем объяви, что ты согласна стать женой чудовища. Чокнись с ним и потребуй, чтоб он разом осушил стакан за твое здоровье. Яд его убьет, а я пока спрячусь за этот занавес». Не успела Фатима наполнить стаканы, а Аладдин укрыться за занавесом, как вошел колдун. Первым его вопросом Фатиме было, согласна ли она, наконец, быть его женой. И как же он обрадовался, когда она ответила «да». Не колеблес, осушил он по ее желанию стакан вина залпом, но в то же мгновение упал бездыханный на ковер. Радость супругов еще усилилась от того, что Аладдин нашел в кармане мертвого колдуна свою заветную волшебную лампу. Можно себе представить, что Аладдин не замедлил потереть лампу, и прежде чем расцвело, дворец со всеми его обитателями уже стоял на прежнем месте в Багдаде. Султан никак не мог утешиться от потери любимой дочери. Почти весь день просидел он у окна напротив площади, на которой стоял очарованный замок. Каждое утро первый взгляд его всегда был обращен на это пустое место. И немного спустя после того, как счастливая чета вернулась домой, султан проснувшись с печальным лицом подошел к окну взглянуть на площадь. Но что же он увидел? Он тер себе глаза, чтобы удостовериться, что это не сон. Скоро радость засветилась в его взоре, потому как он убедился, что дворец Аладдина стоит на старом месте. И он поспешил туда и безмолвно и от радости бросился на шею сначала дочери, а затем и зятью. После того он велел рассказать себе обо всем, что было, и от души порадовался, что колдовству пришел конец. С тех пор Аладдин счастливо жил с женой. Ему не нужно было больше прибегать к услугам волшебной лампы, и когда султан через несколько лет умер, Фатима наследовала престол. Она разделила власть с Аладдином и оба правили страной многие годы, мудро и кротко, любимые и уважаемые своим народом. Купец и великан Расскажем в заключение про богатого купца и великана. Купец вел большое дело и держал много работников, а кроме того, у него было большое количество земли и хорошие дома. Время от времени он, как и многие другие купцы, ездил в другие города и земли то за покупкой новых товаров, то за сбором долгов. Однажды потребовалось ему поехать в далекий город. Он знал, что ему долго придется ехать по пустыне, поэтому ему нужно было взять с собой запас ясного. Он жил в такой стране, где растут финики, а потому, набив карманы этими сладкими плодами и хлебом, отправился в путь. Он счастливо доехал до места назначения, устроил хорошо дела и вскоре собрался в обратный путь. Когда он уже четвертый день ехал по пустыне, то так устал от жары, что стал присматривать местечко, где бы ему отдохнуть в тени. Скоро приехал он в такое место, какого искал. И тень, и свежий ручеек бежит. Купец спешился, привязал коня к дереву, вынул хлеб и финики и начал закусывать в свое удовольствие. Он уже заканчивал трапезу, как вдруг перед ним появилось чудище необыкновенной величины Исполин. В руке оно держало широкий блестящий меч. «Вставай!» — вскричал великан страшным голосом. «Я убью тебя за то, что ты извел моего сына!» «Беда!» — закричал купец. «А что я такое сделал?» «Ты умертвил моего ребенка!» «Твоего ребенка?» «Да никакого ребенка я и не видел!» «Разве ты не ел финики и не бросал косточки?» «Правда, я это делал», сказал купец. «Значит, ты виновен!» заголосило чудище. «Мой ребенок шел мимо, а ты бросил финиковую косточку и ею убил его!» «Ах, несчастный господин, пощади меня!» испуганно вскричал купец. «Если оно так и случилось, то я притом и малейшего намерения не имел кого-нибудь убить, потому прости пожалуйста меня и не лишай жизни ни за что!» сказал великан. «Кто проливает чужую кровь, того кровь должна быть пролита!» Тут схватил он просившего о пощаде купца, швырнул его о землю и поднял меч, чтоб ему срубить голову. заплакал бедняк, стал про свою семью вспоминать. Великан на миг остановился. «Неужто мне умереть безвинно?» плакал купец. «Неужто мне не придется даже проститься с женой и с детьми? Прошу тебя, грозный господин, будь милостив, дай мне еще хоть немножко пожить, дай мне срок съездить домой со своими перед смертью проститься. Я, как все устрою, ровно через год и один день буду опять на этом самом месте». «Поклянешься ли ты мне в этом?» спросил Исполин. «Клянусь Аллахом и Мухаммедом, его пророком». Тут великан исчез и купец вздохнул вольней. Сел он на лошадь и как можно скорее поехал домой. Он был и рад, что удачно ускользнул из когтей чудовище, и горько ему было, что всего год остается жить. Как он подъехал к дому, жена и дети хотели с радостью обнять его, но он увидел их и горько заплакал. У него из головы не выходило это приключение, грозившее таким концом. Озабоченная жена, понятно, стала его расспрашивать о причине горя. Она думала, что дела у мужа пошли худо. Наконец он рассказал ей про свою беду. Весь дом затысковал. Добрая жена плакала и рвала на себе волосы. Дети ревели один громче другого, и никто не хотел утешиться. Верная жена стала уговаривать мужа, чтоб он не исполнял обещание. Она напомнила ему, что у него есть семья, и дети еще совсем маленькие, а такому чудищу не стоит слово держать. Но купец стоял на своем. Я поклялся Аллахом и Мухаммедом, сказал он, и не могу стать клятвопреступником. Со следующего же дня начал купец приводить свои дела в порядок. Раньше всего он заплатил всем, кому был должен. Потом назначил подарки и милостыню друзьям и нищим, рабов своих отпустил на волю, старшим детям и жене выделил часть их наследства, над меньшими учредил опеку. В этих делах время все шло, дошло и срок приблизился. Наконец пришлось купцу со своими проститься. Он взял с собой саван, омылся, помолился Богу и, сердечно простясь неутешной женою и любимыми детьми, сел на коня. Оглянулся он еще раз на своих и сказал, «Небесам угодно, чтоб я умер. Я терпеливо снесу это испытание и желаю, чтоб и вы утешились. Вспомните, что человеку смерти все равно не миновать». Купец без остановок ехал до ручья, у которого остановился год тому назад. Доехав, он спешился и сел подле весело бегущей воды. С тоской ждал он великана, который лишит его жизни. Сидя в печали, вдруг услышал он шаги и, подняв глаза, увидел старика, вода, который вел на привязи газель. Старик дружески поклонился, и купец отдал ему поклон. Затем старик спросил, как он забрел в это уединенное место, где только злое духи влачат свое существование, и хуже которого нет на свете. купец рассказал все, что с ним случилось. «Удивительно», сказал старик. «Я подожду несчастный человек. Чем кончится твоя встреча с чудовищем?» Вскоре подошел еще человек с двумя черными собаками, а через некоторое время и третий, смулу. И они тоже выслушали печальную повесть купца и тоже решили подождать. Все четверо не успели еще наговориться, как вдали появилось целое облако пыли, и вскоре перед ними стал великан с обнаженным мечом в руке. Никому не поклонясь, он подошел к купцу, поднял его вверх и сказал «Ну, теперь ты умрешь!» И снова начал купец жалобно умолять чудовище, клялся и много раз повторял, что невиновен, и трое других просили за беднягу. Один из них бросился к ногам из исполин и сказал «О, могущественный господин, будь милости, выслушай меня, со мной был случай еще чудесней, чем с этим купцом, я тебе его расскажу, если ты отпустишь этому бедняге треть его вины». «Говори!» «Немного помягче», сказал исполин. Старик начал «Да женить бы!» Жил я с сестрой, которая была в доме хозяйкой. Как я женился, сестра ушла от нас. Но через некоторое время, как Бог дал нам ребенка, девушка передумала и опять воротилась в дом. Мне это было Люба, и жена не косо глядела на помощницу, правда сказать мне и в мысль не приходило, что под мнимой дружбой сестры таилась глубокая ненависть к моей жене. Сестра не могла простить жене, что та как будто бы выжила ее из дому. Через несколько лет пришлось мне отправиться в дальнюю дорогу. Проездил я целых десять месяцев. Как я вернулся, стосковавшись по жене и ребенку, вышла ко мне сестра навстречу с известием, что и жена, и единственный мой ребенок умерли. Она же все время прилежно хозяйничала, и теперь у нее есть корова с теленком. Меня это, конечно, порадовало, если б не случилось со мной такого горя. С тоски я перестал работать, дело свое забросил, и все думал о погибшем счастье. Я и сам не замечал, как мое имущество все уменьшалось и уменьшалось, и все дорогие вещи мои уходили из дому. Наконец приходит ко мне сестра и говорит, «Братец, я последние деньги истратила, нам либо с голоду умирать, либо продать мяснику корову с теленком. Мне было все равно. Я о скоте и не заботился вовсе, но тут только я из хлева вышел, как корову с теленком так жалобно замучали, что у меня сердце затасковало. Я о продаже уже и слышать не хотел и сказал о том сестре. Меж тем и мясник пришел. Взглянул он на животных и подошел ко мне, отвел меня немного в сторону и шепчет, «Знаешь, я кое-что в колдовстве понимаю, ведь это не настоящие коровы, а заколдованные люди, у меня на твою сестру подозрение, что она твою хозяйку и ребенка скотину превратила. Позволь мне делать то, что я за добро сочту, и будешь мне премного благодарен». это открытие перепугало меня, и я позволил мяснику поступать, как он считает нужным. Он взял сосуд с водою, проговорил заговор и подошел к животным, которые бились как-то особенно, и сказал, опрыскивая их водой, «Если вы созданы животными, ими и оставайтесь, а если были людьми, то примите свой прежний вид». Едва успели у него слова изо рта вылететь, как предо мною стали и жена моя, и ребенок стали они обнимать и ласкать меня так, что я с радостью заплакал. С плачем рассказала жена, как моя сестра превратила ее в корову, чтоб самой вновь прибрать все мое хозяйство к рукам. Какую они нужду терпели, потому что сестра хотела их тайно с голоду уморить. Но пророк и Аллах услышал их молитвы. Злая колдунья нашла строгого судью в лице мясника. О, скричала моя вновь обретенная жена, отдай нашему спасителю все, что у нас еще осталось. А у меня уже к несчастью ничего не осталось, равнехонько ничего, все подобрала колдунья. я отдал мяснику кольцо и все, что у меня было из вещей. А в это время подошла моя сестра. Она и не подозревала, что я открыл ее злое дело. Увидев жену, она думала было потихоньку убежать, но бравый мясник задержал ее и вскричал «Получи ведьма свою плату!» Тут он обрызгал ее водой, шепча какие-то слова, которых никто не понял, и в этот же миг злодейка превратилась в газель. Вот она и стоит. Ну что, разве не чудесная моя история? «Он согласен», отвечал великан. «Я прощаю купцу треть его вины!» Тут другого одарила жалость, и он сказал исполину, «И со мной тоже случилась чудесная история, я тебе ее расскажу, и ты увидишь, что она чудеснее той, что тебе сейчас рассказали». «Только отпустишь ли купцу еще треть его вины?» «Если сказка понравится, отпущу», сказал великан. Старик с собаками начал рассказывать. «Как умер мой отец, то оставил он нам трем братьям каждому по тысяче червонцев. Старший брат со своим наследством отправился странствовать, а из нас двоих каждый завел свое дело. Только старшему в чужой стороне не везло, все свои деньги он там порастерял. А я тем временем кое-что заработал и дал ему для начала нового дела тысячу червонцев. Через некоторое время вздумалось и второму брату на чужую сторону идти. Вскоре от наследства у него ничего не осталось, а через год воротился он домой, как и первый. Я помог ему той же суммой, как и первому. чтобы было ему чем поправиться. Как-то затем оба брата ко мне приходят и уговаривают ехать с ними вместе. Только я по опыту знал, что хорошее дело на родине лучше неверного в чужой стороне, а потому не дал им своего согласия, хотя они соблазняли меня большими барышами, всякими забавами, которые мы можем получить при удачной торговле. Но я на это не пошел и воротился в свою лавку. Но каждый год они продолжали меня манить тем же предложением. Целых пять лет я отказывал, а на шестой подумал, отчего бы разик и не поехать с братьями. Вынул я накопленные денежки, а их было всего шесть тысяч червонцев. Половину взял да и зарыл, а другую разделил с братьями, у которых ничего не оставалось. Они, впрочем, сумели меня уверить, что разорились не по своей вине. Что купцу делать, когда покупателей нет? Так они себя оправдывали. А я про себя так на этот вопрос отвечал. Приходится тогда купцу кормиться на свои сбережения. Плыли мы долго по морю и приехали наконец в хороший город. И там дело у нас пошло. столько мы заработали, что больше и заработать было нельзя. И собрались затем в дальнейший путь. По дороге у нас бедная женщина попросила милостыню. Братья мои разбронили ее и насмеялись над ней. Я немного подстал от них и подал ей богатую милостыню. она поплыла с нами на том же самом корабле. И как рассказывала, просила подаяния за тем, чтоб было с чем до дома добраться. Она себя за купчиху выдавала, у которой дела плохо пошли. Моя доброта обоим моим братьям не понравилось. Они еще думали, что у меня спрятана большая сумма денег. Мне и в мысль не приходило, какой злой умысел они против меня имеют. Ночью, когда я спал, они бросились на меня, заткнули мне рот платком, чтоб я не мог вскрикнуть, и кинули меня в море. Как волны сомкнулись надо мной, я подумал, что все кончено. Тут, однако, случилось чудо. Я лишился чувств, а когда вновь опомнился, то очутился дома, и подле меня стоит красивая женщина. Она, улыбаясь, руку мне протягивает, а я никак понять не могу, во сне ли я все это вижу или наяву. Я твоя защитница, говорит. Знай, что я добрая волшебница. Я избавила тебя от беды и перенесла суда. Узнай также, что я являлась тебе в другом виде, чтоб испытать тебя. Ведь это я была бедной женщиной. Я бросился к ногам моей покровительницы, стал благодарить ее за спасение. Она подняла меня и говорит, ты был ко мне добр, и я тебе должна быть благодарна. твои же братья, покушавшиеся на твою жизнь, должны быть наказаны. Пойдем и увидишь. Как я испугался, когда, войдя в соседнюю комнату, увидел двух черных собак, которые свизгом стали ласкаться ко мне. «Они десять лет пробудут в этом самом виде», сказала волшебница, мигнув мне с усмешкой, и исчезла. «А собаки-те вот они сейчас перед вами. Скажи же, о великий дух, разве мой рассказ не стоит того, чтоб ты простил купцу вторую и треть его вины». Такими словами старик закончил свою историю. «Твой рассказ мне понравился», сказал великан. «Я исполню твою просьбу». Как только третий прохожий услышал это, то стал просить великана, чтоб он выслушал и его историю. А если и она покажется ему занимательной, то пусть простит он купцу и последнюю треть его вины». Великан согласился, и прохожий стал рассказывать. «Я прям вам объявляю, что этот мул, который перед вами, был когда-то моей женой. Она была и молода, и хороша, и жили мы с ней хорошо. Но я сам превратил ее в мула, в наказание за то, что она со мной сделала. Пришлось как-то мне поехать в дальнюю дорогу. Год я был в отлучке и наконец вернулся домой. Я радовался, думал, что вот моя жена сейчас весело встретит меня, я по ней скучал и рассчитывал, что она тоже по мне скучает. Только дом у меня ах, пустой оказался, жена меня бросила и как я узнал вышла замуж загадкого чужеземца. Вы даже представить себе не можете, как я огорчился, разозлился, пошел в дом, где жила моя неверная жена. Она меня сейчас же узнала, вошел я к ней в комнату, стал ее упрекать за дурное поведение. Она мне ответила, будто думала, что меня в живых нет, потому что не получала от меня вестей. Я ее речам не поверил и стал ей сильно выговаривать, даже пообещал, что пожалуй в суде и он прикажет привезти ее обратно ко мне в дом. Тут эта негодная схватила чашу с водой, помочила палец и покрапила меня, приговаривая «Перестань быть человеком, стань черной собакой». И мигом превратился я в собаку, а она гнать меня вон. Быстро побежал я по улице и бежал так до самой мясной лавки тут по новой своей собачьей привычке подхватил я кость и стал грызть. Увидел меня мясник и я ему понравился и он поманил меня в комнату. Только увидела меня его дочь сразу испугалась, лицо закрыла и закричала «Батюшка, батюшка, зачем ты чужого мужчину сюда привел?» Отец и не понял, что дочь хотела сказать. «Никакого мужчины я не вижу», удивясь сказал он. «Где у тебя глаза?» «Да эта собака и есть мужчина», сказала девушка. «Его превратили! Если хочешь, он опять примет прежний вид». «Не может быть», сказал мясник. Тогда девушка обрызгала меня водой и прошептала какие-то слова, а потом сказала «Обратись в прежний свой вид, если то творцу угодно». И стал я опять человеком и поблагодарил девушку. Жену я возненавидел, потому что она вдвойне меня обидела и потому попросил мясникову дочь обратить жену мою в животное. Девушка подала мне воды и сказала «Ступай к жене, когда она будет спать, обрызгай ее этую водой и проговори при этом в какого зверя хочешь, чтоб она обратилась». Я взял воду и пошел спрятался в спальне моей жены. Как наступила ночь и злая женщина легла в постель, я потихоньку подкрался и сделал, что мне было приказано. Я закричал «Превратись в мула!» Тотчас моя жена стала тем самым мулом, что вот сейчас прямо перед вами стоит. «Правда?» — спросил рассказчик, обращаясь к животному. И мул головой кивнул точно, хотел сказать «да». Великан был весьма изумлен. Он простил купцу остаток его вины и отпустил его на волю. Купец с радости обнял своих спасителей и со слезами благодарил их за помощь. Еще утром он отказался от надежды дожить до вечера, а тут конец всякому горю. Затем он простился с тремя прохожими и ближней дорогой поехал к жене и милым детям. Их радость понятно была велика. «Услышал все-таки Бог наши молитвы!» — скричала жена и повисла у мужа на шее. А дети тем временем вперебой целовали у него руки. С новой бодростью и свежими силами принялся спасенный за дело, а взрослые сыновья стали ему помогать. Еще долго он прожил. Среди счастливой семьи в полном благополучии и довольстве. Субтитры